Друзья, всем привет! 13 часов по Москве, пора начинать наш сегодняшний вебинар. Сегодня мы поговорим с вами про основы Яндекс.Директа, про теорию Яндекс.Директа. Будем разбираться максимально простыми словами, иногда довольно-таки сложными вещами. Сегодня на вебинаре вы узнаете про типы рекламных компаний, которые есть в Яндекс.Директе, и как их использовать. Про аукцион немного поговорим в Директе, в поиске и в РСЯ. Сегодня поговорим про таргетинги, как они работают, как у них не запутаться, как они работают друг с другом. Поговорим про ключевые фразы, операторы соответствия и про важные нюансы, которые есть в работе с ключевыми фразами и минус-словами. Разберем стратегии, как работают стратегии, какие стратегии вам использовать, какие вам могут подойти, а какие не очень. Какие из них более безопасные, а какие менее безопасные, зато могут давать лучшие результаты. В общем, обо всем этом мы сегодня с вами поговорим. Еще раз, сегодня теоретическое занятие. Мы не будем на практике сегодня ничего настраивать. Если вам хочется разобраться с тем, как прямо настраивать рекламные кампании в поиске, в рекламной сети Яндекса, ретаргетинг, товарные кампании, работать с Яндекс.Метрикой и так далее, об этом у нас есть отдельные вебинары. Посмотрите либо в записи, они есть на нашем YouTube-канале и в нашем блоге, либо следите просто за анонсами. Мы обязательно в будущем будем проводить новые. Ну и, наконец, давайте познакомимся. Меня зовут Никита Кравченко, я эксперт по работе с платным трафиком и евангелист сервиса Елама. Елама – это бесплатная платформа для управления интернет-рекламой. Работая с Еламой, вы можете подключить множество разных рекламных систем и сервисов, в том числе Яндекс.Директ. То есть вы регистрируетесь в Елама, для вас там сначала стартовый период вообще будет бесплатный на 45 дней со всем функционалом. Подключаете внутри Елама аккаунт Яндекс.Директа, пользуетесь всеми плюшками, которые у нас есть, про некоторые я сегодня расскажу. Пользуйтесь нашей замечательной службой заботы. Ребята всегда придут на помощь, поддержат, подскажут не только по нашим инструментам, но и в принципе, как работать с Яндекс.Директом, как повышать эффективность, как работать с Яндекс.Метрикой и так далее. А через 45 дней у вас либо включится платная версия, платный тариф Елама за 950 рублей в месяц, либо если у вас суммарно по всем рекламным системам и сервисам будет хотя бы 20 тысяч рублей в месяц, по всем рекламным системам и сервисам, для вас все наши инструменты будут всегда совершенно бесплатны. От месяца к месяцу будут бесплатны. Поэтому действительно вы можете пользоваться всеми нашими плюшками бесплатно всегда. Приходите в Елама, пользуйтесь нашими инструментами, получайте поддержку от наших замечательных ребят из службы заботы. Окей, теперь давайте разбираться уже с рекламой в Яндексе, но для начала сделаем небольшую перекличку. Ну, хотя бы базово плюсы-минусы, плюс, если вы уже работали с Яндекс.Директом, минус, если вообще еще не работали, вот только-только решили посмотреть вообще, что это такое, пощупать, начинать разбираться для того, чтобы что-нибудь позапускать. Если хотите чуть подробнее написать, типа, работаю уже несколько лет, напишите. Если работаете там месяцок, тоже напишите. Я сейчас быстренько это все сочетаю. Но я вот уже заметил много минусов, поэтому я буду более подробно все рассказывать. Потому что те, кто еще совсем не работал, для вас, наверное, будут какие-то моменты сложноваты. Поэтому те, кто уже работал, пожалуйста, не обижайтесь, когда я буду говорить CTR и буду расшифровывать, что это такое, например. Или буду говорить конверсия и буду расшифровывать, что такое конверсия, для того, чтобы все понимали, о чем идет речь. В общем-то, вебинар базовый, поэтому важно, я думаю, это. Так, работаю с теорией, не запускаю рекламную кампанию сама, теоретические знания есть. Супер, ну вот от теории пора переходить к практике. Сегодня разберемся, потом посмотрите практические вебинары, начинайте уже запускаться. Полтора месяца, у Ольги есть только общее представление практически с нуля. Супер, спасибо большое, спасибо за вашу активность в чате. Если будут какие-то вопросы, пожалуйста, вот вы потренировались, теперь как в чатике писать. Приходите в чатик, вопросики задавайте. Окей, сегодня мы разбираемся с рекламой в Яндексе. Можно разбить рекламу в Яндексе на рекламу в поиске и рекламу в сети Яндекса. Сеть Яндекса – это большое количество различных сайтов, партнеров Яндекса, где размещаются рекламные блоки. Если говорить про поиск, то вот я зашел в Яндекс, вбил поисковый запрос, чистка ковров с выездом недорого в СПБ, и это первый экран моего ноутбука. То есть то, что я вижу, вот больше этого я ничего не вижу. И как вы видите, здесь все реклама. Реклама, реклама. Тут написано, что это реклама. Реклама, реклама. Вот это справа – это тоже реклама. Это рекламный баннер, который также запускается в Яндекс.Директе. То есть тут прямо одна реклама. И, конечно, пользователи кликают по такой рекламе, которая вбивает разные запросы. Потому что, ну, а что бы не кликнуть, да? В общем-то, здесь рекламные объявления, какая-то выдача, которая действительно совпадает с тем, что они ищут обычно. Но какая-то часть аудитории не будет кликать по таким объявлениям, потому что здесь как раз есть реклама. То есть человек просто вбивает запрос, видит, что это реклама. Такой, не-не-не, вы мне что-то тут подсовываете. Если я пойду чуть ниже, то есть реально проскроливают чуть ниже, и там обычная органическая выдача, куда сайты попадают с помощью SEO-оптимизации, поисковой оптимизации, кликают по тем сайтам. То есть кто-то действительно осознанно никогда не кликает по рекламе. Но вот именно такие рекламные объявления вы можете создавать в рекламном кабинете Яндекс.Директа для того, чтобы по определенным поисковым запросам показывать свое конкретное предложение. Как делать такие рекламные объявления эффективными, я сегодня расскажу. Реклама в рекламной сети Яндекса, вот RSI – это рекламная сеть Яндекса, это реклама вот таких обычно текстово-графических объявлений. То есть есть здесь какая-то картинка, есть заголовочек, может быть описание, может не быть описание, потому что объявления по-разному отображаются в рекламной сети Яндекса. Может быть цена, может не быть цены, может быть какая-то дополнительная информация в виде дополнительных ссылок. Вот это три рекламных объявления здесь показаны. Это все рекламные объявления, которые запустили рекламодатели через Яндекс.Директ с нацеливанием на рекламную сеть Яндекса. И они сами создали такие рекламные объявления, сами добавили изображения, сами написали заголовки, сами в общем полностью рекламные объявления такие собрали. Такие рекламные блоки размещены на десятках тысяч различных сайтов в интернете, как я уже сказал ранее. И эти рекламные блоки на своих сайтах размещают собственно те, кто этими сайтами владеют или те, кто занимаются этими сайтами, занимаются продвижением, занимаются монетизацией. Поэтому иногда эффективность таких рекламных объявлений, которые показываются в рекламной сети Яндекса, могут быть значительно ниже, чем в поиске, в том числе из-за того, что те владельцы сайта, которые размещают такие рекламные блоки у себя, очень заинтересованы в том, чтобы когда рекламное объявление было показано пользователю, который на этом сайте находится, по нему кликнул. По этому рекламному объявлению состоялся клик. Потому что в тот момент, когда я увидел такое рекламное объявление, я по нему кликнул. Если у вас модель оплаты за клики, вы, например, рекламодатель, и вы запустили вот это рекламное объявление третье. Я по нему кликнул, у вас, как у рекламодателя, который запустил рекламу в Яндекс.Директе, списались деньги, и эти деньги делятся между Яндексом и между владельцем сайта, на котором это рекламное объявление было размещено. То есть действительно владельцы сайтов сильно в этом заинтересованы в таких кликах, но это не значит, что у вас постоянно будет какое-то скликивание, нецелевые клики и так далее. Нет, такая реклама тоже вполне может быть эффективной. Кристина вот сразу задает вопрос, есть различные площадки, которые можно заминусовать, нужно ли их минусовать на старте. Да, различные площадки, которые можно назвать blacklistами, то есть списки, листы различных сайтов и мобильных приложений, внешних сетей, которые могут быть неэффективны. И такие списки выкладывают разные специалисты в открытом доступе в интернете для того, чтобы рекламодатели, в том числе и вы, могли взять такой список и сразу еще до запуска рекламной кампании добавить к себе в настройки рекламной кампании и сказать, что Яндекс, я запускаю рекламу на рекламную сеть Яндекса, но вот на этих сайтах, пожалуйста, мою рекламу не показывай. Такие списки можно найти в интернете, прям так вбейте списки для блокировки площадок в рекламной сети Яндекса. Такой список я давал, например, на вебинаре, который недавно проводил по рекламной сети Яндекс, тоже он у нас есть в открытом доступе в нашем YouTube-канале. И я в целом, коль уж вы задали такой вопрос сразу, я таким списком могу с вами поделиться прямо сейчас, но, пожалуйста, далеко не уходите от контента, который я вам сейчас даю, просто можете кликнуть вот по этой ссылочке, у вас откроется этот список и оставьте его просто открытым себе в какой-нибудь вкладочке в вашем браузере. То есть здесь вы увидите столбец внешней сети, столбец приложений, это вот как раз то, что нужно минусовать на старте рекламной кампании в RSI. Но давайте так, вот если вы пока вообще не знаете, что за RSI, как там запускать рекламу, вы с этим списком все равно ничего не сделаете. Посмотрите, например, практически недавний вебинар о том, как запускать RSI, я там тоже про этот список говорил. А вот те, кто уже работают с RSI, вы действительно можете этот список взять и его использовать. Но там есть один нюанс. В рекламной сети Яндекса на уровне рекламной кампании заблокировать можно только тысячу площадок, а в этом списке уже больше тысячи, потому что действительно площадок, которые у меня показывают не самую хорошую эффективность, много. Я их добавляю постепенно в этот список, в открытый список, который в интернете просто публикую. А в Яндексе есть жесткое ограничение на тысячу, и они его не увеличивают. Поэтому это такой другой нюанс, как использовать подобные списки, что с этим делать далее. Окей, вот мы посмотрели с вами рекламу на поиске, посмотрели рекламу в рекламной сети Яндекса. Кстати, вот эти объявления в рекламной сети Яндекса могут выглядеть совершенно по-разному, на разных сайтах, в разных блоках. Видоизменяться могут эти текстово-графические объявления. Оно может быть горизонтальным, вертикальным. Картинка может быть как-то по-другому обрезана, где-то может быть заголовок и картинка, где-то может быть картинка, заголовок, текст, где-то может быть что-то еще. Может быть, иногда вместо вот этой картинки, которую вы сейчас видите, например, вот здесь, может быть видео. Если при создании рекламного объявления вы добавите еще дополнительно видео свое собственное, загрузите, то вот сюда его Яндекс тоже может подставить. И когда тут будет что-то изменяться, будет какой-то видеоряд, это тоже может привлечь внимание аудитории, это тоже можно использовать. Но есть еще и другие форматы рекламы в Яндексе. Например, вот такой формат, он называется «товарная галерея». Вот здесь сверху написано, например, я вбил поисковый запрос «купить желтый диван в СПБ». И вот здесь тоже рекламная выдача, как мы видели и раньше с вами, видите, здесь реклама. То есть обычное поисковое рекламное объявление, правда, конкретно это объявление скорее тоже динамическое для товарной рекламы. А выше еще какая-то выдача дополнительная. И сюда вы тоже можете попадать, если вы продвигаете товары. Это как раз и называется товарная реклама, продажа товаров в Яндексе. То есть товарная реклама создается полуавтоматически или даже автоматически на основе специальных фидов. Мы сегодня подробно это разбирать не будем, но если вот вы сейчас понимаете, когда я об этом говорю, вы понимаете, что у меня продвижение интернет-магазин. Я, например, сделал себе интернет-магазин, я хочу продвигать в Яндексе интернет-магазин. Сделайте, пожалуйста, сейчас себе пометочку где-нибудь, что мне для продвижения интернет-магазина точно нужно запускать товарную рекламу, а для этого вам точно нужно научиться работать с фидами. Фид. Фид – это, упрощенно говоря, такая табличка, в которой построчно, на самом деле не построчно, для упрощения скажу, вот представьте Excel, в которой в каждой строке есть информация от тех товаров, которые вы продаете. Вот в строке, одну строку берем в Excel, в первой ячейке будет написано, например, идентификатор, как на вашем сайте обозначается товар. Дальше название товара, цена товара, старая цена, описание, характеристики, там цвет, ну, смотря, какие характеристики будете передавать, ссылка на страничку с этим товаром на вашем сайте, изображение этого товара и так далее. И вы берете вот этот фид, загружаете в Яндекс.Директ, и на основе такого фида, в котором много-много строк, если у вас много-много товаров, Яндекс.Директ автоматически будет создавать рекламные кампании, в том числе генерировать вот такие рекламные объявления. Сюда автоматически подтянулась, например, картинка дивана, автоматически подтянулась цена, а вот здесь подтянулась еще старая цена, и поэтому скидка показывается. Автоматически подтянулось название, ссылочка, куда перейдет пользователь, если кликнет по этому рекламному объявлению, и это дает отличные результаты. Для интернет-магазинов нужно обязательно запускать товарную рекламу, обязательно, она дает отличный результат. Следующий блок – это типы рекламных кампаний. Вот мы поговорили как раз, как рекламные объявления могут выглядеть. Это, кстати говоря, и не все форматы, но сейчас мы как раз на типах рекламных кампаний это разберем. Когда создается рекламная кампания в Яндекс.Директе, вы нажимаете кнопку «Создать кампанию», и далее вам Яндекс предложит один из способов создания рекламной кампании. Либо в режиме эксперта вы можете создавать рекламу, либо в мастере кампании, либо использовать рекламную подписку. Я сейчас нахожусь вот здесь в режиме эксперта. Давайте посмотрим, что здесь есть. Первое – это конверсии, продажи и трафик. Если вы хотите самостоятельно запустить рекламную кампанию, которая будет транслировать объявления на поиске в рекламной сети Яндекса, где вы самостоятельно полностью проработаете все настройки, это то, как я как раз учу настраивать рекламные кампании на наших практических бесплатных вебинарах. Вам нужно будет выбрать как раз вот этот пункт «Конверсии, продажи и трафик». Далее вы настраиваете, где будет показываться реклама, поиски или версия, в каком регионе, кому конкретно через таргетинги это задается, в какое время суток. То есть все настройки далее делаются. Этот тип рекламной кампании подходит, если вам как раз нужно привлекать заявки, контакты, клиентов, продажи. Это называется по-простому перформанс-реклама. По-простому? Ну, в общем, это называется перформанс-реклама. То есть реклама, нацеленная как раз на генерацию заявок и продаж. Следующее – это продажи товаров. Продажи товаров. Здесь написано «реклама для продажи товаров на поиске в товарной галерее и в рекламной сети Яндекса». Если кликнуть вот сюда на продажу товаров, это то, о чем я говорил как раз на предыдущем слайде, то вы попадете еще вот на одну страничку как бы глубже. Вот тут написано «продажи товаров». И здесь вам предлагают запустить, например, товарную кампанию. Товарная кампания – это рекламная кампания, которая создается довольно-таки быстрая, такая полуавтоматическая, практически автоматическая рекламная кампания, где вы укажете, например, сайт, по которому хотите продвигаться, или укажете ссылку на фид с товарами, или просто загрузите такой фид, его можно в формате CSV загрузить. И далее Яндекс автоматически, вот именно вот в этом типе рекламной кампании, будет создавать рекламу для всех возможных площадок, где он только может показать вас. Для всех возможных площадок. И на поиск, и на RSI, и товарной галереи, и так далее. То есть Яндекс сам будет определять, вы ему скажете, Яндекс, смотри, у меня вот это сайт мой, а вот это товары, которые на нем продаются. Я просто хочу делать как можно больше продаж, и укажете, по какой цели нужно оптимизировать вашу рекламу. Например, вы настроите электронную коммерцию в Яндекс.Метрике, и скажете, мне нужно делать как можно больше продаж, у меня есть цель e-commerce покупки, то есть покупка на моем сайте. Давай, как хочешь показывай, вот тебе бюджет, вот тебе цель, как хочешь ты с этими товарами работы, хочешь показывай желтый диван, хочешь синее кресло, если оно есть, конечно, в вашем фиде или на вашем сайте. Решай сам, где хочешь показывай, на поиске, в товарной галерее, в рекламной сети Яндекса, где хочешь. Хочешь показывать новой аудитории, показывай новой. Хочешь показывать тем, кто уже приходил на мой сайт, я смотрел определенные товары, показывай им. То есть вы полностью отдаете образы правления Яндекса. И это неплохо. Товарная компания для интернет-магазинов дает отличные результаты, если ее правильно настроить, правильно поработать с видом, правильно поработать с фильтрами, дает отличные результаты. Поэтому не надо бояться вот этой автоматизации, потому что она и в других типах рекламных компаний будет. Здесь вы просто дадите больше возможностей для работы алгоритму. И это хорошо, потому что чем больше воздуха у алгоритма, чем больше данных у алгоритма, чем больше возможностей для экспериментов, для тестов у самого Яндекса, тем лучшие результаты он может получать. Далее вот здесь продажи через товарную галерею. Здесь вам предлагают отдельно настроить рекламу именно вот на такую товарную галерею. То есть вы, настраивая такой тип рекламной компании, не настраиваете классические рекламные объявления на поиски, не транслируете рекламу в рекламной сети Яндекса, не даете возможность Яндексу выбрать площадку для показа, говорите только в товарной галерее и все. Следующее – это продажи через поиск, динамические объявления. Вот это, например, динамическое объявление. То есть это объявление, которое сильно похоже на обычное классическое поисковое объявление. Скорее всего, вот это объявление динамическое, хотя не факт. Яндекс его генерирует автоматически, тоже либо на основе вашего сайта, либо на основе фида. То есть когда вы создаете рекламную компанию вот такую, конверсии продажи и трафик, вы для поиска вот такое рекламное объявление будете формировать сами. Вы сами напишите заголовок, вы сами напишите текст, вы сами добавите контактную информацию и так далее. Быстрые ссылки и все, что вам нужно. Если вы выбираете вот этот тип для, еще раз, для интернет-магазина, или, например, для другого большого сайта, недвижимость, автотематика, где именно много автомобилей, большое наполнение, выбираете продажи через поиск, динамические объявления, то вот такое рекламное объявление Яндекс будет генерировать сам. Что значит сам? Он посмотрит, он увидит поисковый запрос, который вел пользователь, посмотрит на ваш сайт или на ваш фид, который вы загрузили, попробует найти там товар, который соответствует тому, что ввел пользователь здесь в запросе. Если найдет такой товар, значит, он попробует вас подкинуть в этот аукцион, то есть сейчас в конкретный момент времени, предложит, ладно, просто ваше объявление тоже будет участвовать в аукционе за то, чтобы в торгах, за то, чтобы показалось вообще это объявление, потому что есть же еще другие конкуренты. Может быть, вы с таким товаром можете участвовать в торгах, но просто не выиграете аукцион. Если, соответственно, объявление может быть показано, то Яндекс.Директ генерирует само рекламное объявление, автоматически генерирует заголовок, автоматически генерирует описание и так далее. Какие-то другие элементы вы там можете дописать еще сами. Вот таким образом происходит работа. Здесь Яндекс дополнительно, дополнительно, самостоятельно генерирует объявление. Но еще важный момент скажу, что когда вы работаете с товарными рекламными компаниями, например, продажи товаров через поиск или следующие, я скажу, продажи товаров через рекламную сеть Яндекса, несмотря на то, что Яндекс сам генерирует, как я только что рассказал, вы ему все равно можете помочь. Как помочь? Например, вы там в настройках рекламной кампании можете указать, ну уже в настройках конкретной группы объявлений указать, какие элементы из фида нужно взять в заголовок, например. То есть либо Яндекс сам придумает полностью все, либо вы скажете в заголовок подставь, пожалуйста, информацию из моей вот этой условной Excel, где name написано, то есть название, например, товара. Или подставь, например, в заголовок информацию из, например, там, вендор, прайс и еще что-нибудь. То есть, например, название бренда, там, какое-нибудь название товара, смотря, какие атрибуты будут, и цену. То есть вы сами подскажете ему, что туда нужно подставить. И это делать нужно, на самом деле, для того, чтобы не давать слишком много воли Яндексу на такую автоматическую генерацию объявлений. И для описания объявлений вы тоже сможете ему подсказать. В остальном, как бы, все происходит автоматически, Яндекс сам подбирает, кому что и когда показать, сам участвует в аукционе. Следующее – это продажи через рекламную сеть, тоже для товаров, тоже автоматическая реклама. Но если продажи через поиск – это реклама в поиске, то продажи через рекламную сеть – это особый тип рекламной компании, которая называется, вот здесь написано, смарт-баннеры. Смарт-баннеры. То есть это генерация текстово-графических рекламных объявлений, как мы вот здесь с вами разбирали. Просто для интернет-магазина здесь будут показы, например, конкретных товаров интернет-магазина. Шубы, диваны, микроволновки, ну, смотря что продвигается. Если автомобиль, автомобиль, недвижимость, например, квартиры. И такие рекламные объявления Яндекс тоже умеет генерировать автоматически в специальном типе рекламной компании. Там вы также подгружаете сайт или подгружаете фид. Также можете сказать, какую информацию Яндекс должен взять из этого фида для генерации рекламных объявлений. Но поскольку, когда мы говорим про рекламную сеть Яндекса, у нас нет как такового поискового запроса в моменте, то есть вот здесь как будто бы понятно, да, пользователь ввел запрос, и Яндекс такой смотрит, а под этот запрос я могу найти у вас вообще какой-то товар и сделать показ или нет. А когда рекламная сеть Яндекса, запроса-то нет, человек просто зашел на какой-то сайт, и по какому принципу тогда Яндексу понимать, кому показывать рекламу. Принцип такой. Яндекс знает о нас очень много информации. Очень много информации. Знает наше поведение в интернете, знает наши характеристики, знает там пол, возраст, регион и так далее, и так далее. И все это он использует для того, чтобы нацеливаться на людей, которым, может быть, это интересно. В том числе используется информация о недавнем поиске. То есть я, например, заходил, искал, купил, купить желтый диван в СПБ, вы мне вообще, например, здесь никакую рекламу не показывали, но Яндекс запомнил, что меня интересует желтый диван, а у вас запущена рекламная кампания по типу смарт-баннеры продажи в рекламной сети Яндекса, как раз диванов, например, желтых. Яндекс знает, что я интересовался такими диванами, знает, что у вас есть такие диваны, и на основе этой информации начинает мне транслировать ваши рекламные объявления. Это всего лишь один из вариантов. Другие варианты могут быть, что я просто кликал по похожим объявлениям, заходил на сайты таких тематик, и он всю эту информацию собирает и учитывает потом для так называемого таргетинга, то есть нацеливания вашей рекламы на правильных пользователей. И другой вариант работы смарт-баннеров, который тоже зашит в этот тип рекламной кампании, это так называемый ретаргетинговый принцип. Ретаргетинг – это повторное взаимодействие с аудиторией, с которой вы уже ранее взаимодействовали. То есть пользователь пришел на ваш сайт, посмотрел какой-то определенный товар на вашем сайте, например, желтый угловой диван определенного бренда или даже с определенным названием, посмотрел именно этот товар, и благодаря как раз вот этому ретаргетинговому принципу в смарт-баннерах Яндекс потом начинает вашими рекламными объявлениями догонять людей, которые интересовались конкретными товарами на вашем сайте. Это работает замечательно. Если у вас большой поток трафика на сайт, люди интересуются конкретными товарами, они могут сразу не совершать конверсию, не совершать покупку, уходить. И если говорить про интернет-магазин, то из ста человек, которые к вам придут, будет замечательно, если один совершит конверсию, а то и один не совершит. У больших интернет-магазинов конверсия – это сколько человек совершает какое-то важное целевое действие на сайте относительно количества людей, которые, в принципе, пришли на этот сайт. Вот что такое конверсия или коэффициент конверсии. Например, будем говорить про покупку для упрощения. То есть сколько человек покупает из того количества людей, которые пришли. Вот 100 человек пришли, купил один. Или не один, не купил. Тысяча человек пришли, купила два, например. А остальные-то ушли, а вы их уже приводили на сайт. И поэтому вот этот ретаргетинговый принцип повторного взаимодействия, он крайне важен. Потому что людей, которые интересовались чем-то конкретным на сайте, и они ушли, их нужно догонять обязательно. Им нужно показывать то, что их интересовало, их нужно возвращать обратно. И это как раз будет повышать конверсию вашего сайта, будет приводить больше продаж. Ну и ручное заведение объявлений здесь еще есть. То есть это вот тот же самый тип конверсии, продажи и трафик. Просто Яндекс вам говорит, что если вы продаете товары, вы вручную вообще-то можете заводить рекламные кампании. То есть если вот здесь у нас автоматические, динамические форматы рекламы, то здесь вы полностью вручную будете все прорабатывать. Я видел вопрос по поводу услуг. Ольга спрашивает, что услуги продвигать через товарную кампанию нельзя. Вы можете попробовать продвигать абсолютно различные направления, но не факт, что из этого получится что-то толковое. Потому что вообще-то все вот эти динамические типы рекламных кампаний, они в первую очередь заточены под интернет-магазины, под товары с большим наполнением, когда большое количество различных страниц на сайте с какими-то уникальными предложениями. Например, много товаров, много автомобилей разных марок, разных моделей и так далее. Много квартир, ну, например, сайт типа Циан или вот что-то такое. Представьте, какое количество там, какое наполнение там внутри. Вот под это можно запустить динамическую рекламу и так далее. Если говорить про классическое продвижение услуг, то вы можете попробовать запустить рекламу. То есть вам алгоритм или настройки Яндекс.Директа позволят вам это сделать. Но результат вы вряд ли получите. Прямо с этого замечательный, потому что малое количество данных, малое количество страниц вам намного проще будет вручную все это проработать и сделать более эффективные рекламные кампании. Про сайт я видел. Вот Надира написала, а у меня нет сайта, значит, на Яндексе не могу рекламу делать. А что у вас есть? Что у вас есть? Смотрите, реклама в Яндексе – это продвижение онлайн. То есть вы в любом случае должны куда-то отправить пользователей, которым вы покажете рекламное объявление. Когда я вот здесь, например, показываю рекламное объявление, вот здесь, интернет-магазин диванов, диван.ру, допустим, у меня здесь будет интернет-магазин, точно так же написано, но у меня не будет сайта диван.ру, а будет группа ВКонтакте, например. Я буду отправлять на группу ВКонтакте. Так можно сделать. То есть какой-то онлайн у вас все равно должен быть. Это может быть не сайт, это может быть группа, это может быть телеграм-канал, это может быть неполноценный сайт, а какая-нибудь карточка, визитка в интернете. Но куда-то вы человека отправить должны. В крайнем случае можно попробовать запустить рекламу вообще без ничего, создав рекламную кампанию, добавив туда Яндекс.Визитку. Но я так, честно говоря, миллион лет не пробовал ничего создавать. Может быть это еще доступно, может быть нет, не знаю. И другой вариант еще есть, до которого мы сейчас с вами дойдем, это рекламная подписка. Рекламная подписка – это когда вы в Яндекс.Бизнесе создаете данные своей организации, то есть карточку в Яндекс.Бизнесе, ну как в Яндекс.Картах, можно сказать, и запускаете рекламу на эту карточку. Так тоже можно сделать. Плюс Яндекс вам может автоматически сгенерировать сайт прямо по вашей карточке, и вы такой сайт тоже можете использовать. То есть различные варианты есть, но такой классический подход заключается в том, что мы используем все-таки сайт. На этот сайт добавляем специальный счетчик Яндекс.Метрики. Яндекс.Метрика – это система веб-аналитики, которая как раз собирает данные о посетителях вашего сайта. Я вот только что рассказывал, что людей нужно догонять, которые приходят. А если, ну типа, а как вообще эту информацию взять? Откуда Яндекс возьмет эту информацию? На сайт устанавливается специальный счетчик аналитики от Яндекса. Яндекс.Метрика он называется. И каждый раз, когда вы заходите на любой сайт, вот вы пришли на сайт Елама, чтобы зарегистрироваться на вебинар, счетчик Яндекс.Метрики собрал такую анонимную информацию о данных пользователя, который зашел на наш сайт Елама, и мы эту информацию в дальнейшем можем использовать для того, чтобы нацеливать на вас какие-то новые рекламные объявления. Если вы, например, запускаете рекламу на группу ВКонтакте, просто на группу, то там вы никуда счетчик такой не добавите. То есть вы просто отправляете человека из Яндекса, например, из поиска Яндекса в группу, потом какая у вас будет аналитика? Вы видите, что за неделю было тысяча кликов. Вы за тысячу кликов заплатили, например, 5 тысяч рублей. А что дальше? Сколько из этих людей до группы дошли? Сколько из них подписалось, допустим, в группу? Вы знаете, что у вас за неделю подписалось в группу, например, 3 тысячи человек. А сколько людей подписалось из Яндекса? Сколько людей подписалось откуда-то еще? То есть у вас не будет возможности для анализа и оптимизации рекламы. Поэтому классический подход заключается как раз в работе с сайтом. Для того, чтобы собирать информацию, для того, чтобы оптимизировать рекламные кампании. Я уж заикнулся про Яндекс.Метрику, хотел чуть позже рассказать, но Коль уж сказал, то у нас по Яндекс.Метрике тоже есть вебинары про то, что это такое, про то, как настраивать, про то, как устанавливать и про то, как анализировать данные. То есть это я много сказал в пунктах, но там два вебинара на самом деле. Один вебинар про то, как создать метрику, установить на сайт и все настроить. Второй вебинар про то, как использовать Яндекс.Метрику для анализа и оптимизации рекламных кампаний. В нашем блоге, на нашем YouTube-канале эти вебинары легко найти в открытом доступе. Следующий блок, я вот перешел уже на следующий такой блок внутри создания рекламных кампаний, это мастер-компаний. Вот здесь. То есть мы до этого были в режиме эксперта, теперь мы в мастере-компании. Мастер-компаний, как вы можете вот здесь заметить, что тут написано, настройка и запуск рекламы за пять минут. И здесь та самая товарная кампания появилась, которую мы с вами уже разбирали, напомню, для интернет-магазинов, которая запускается с показами сразу везде. Но, конечно, настройка за пять минут – это некоторое лукавство от Яндекса, потому что за пять минут сделать даже в мастере-компании классную полноценную рекламную кампанию вряд ли получится, потому что по-хорошему нужно подумать и над объявлениями, и над тем, какую стратегию там выбрать, и над тем, сколько денег платить за определенные конверсии. За пять минут получается настроить только у тех, кто уже давно и плотно работает с Яндекс.Директом, и ему действительно надо, то есть у него потребность за пять минут что-то запустить. В остальных случаях пять минут не хватит. Но что такое мастер-компании? И почему пять минут? Мастер-компании Яндекс.Директ разработал как раз для самостоятельных рекламодателей, которые сами для себя запускают рекламу, и для специалистов, которые хотят тоже использовать такой дополнительный функционал быстрого запуска рекламы. заключается принцип в том, что вы указываете сайт, например, сайт, или вот тут, кстати, видно, сайт, или соцсеть, или marketplace, кстати говоря, или приложение, смотря куда хотите вести аудиторию. Указываете, например, сайт, дальше нажимаете вот здесь конверсии и трафик, если вам как раз нужны заявки, контакты, трафик или продажи с вашего сайта. И Яндекс для вас преднастраивает рекламную кампанию, то есть он вам предлагает, какие рекламные объявления тут нужно использовать, предлагает, какие быстрые ссылки используют, предлагает счетчик Яндекс.Метрики, если он у нас на сайте установлен, предложит даже цель, по которой нужно оптимизироваться. То есть делает преднастройку рекламной кампании, поэтому они говорят, что типа за 5 минут. Далее такая рекламная кампания запускается сразу и в поиске, и в рекламной сети Яндекса, и в поиске, и в RSI. То есть до этого я рассказывал, что поиск отдельно, рекламная сеть Яндекса отдельно, и вручную настраивая кампании, вы можете их разнести, и это будет правильным подходом, потому что совершенно разные места для показов, совершенно по-разному выстраивается работа с такими кампаниями. А здесь Яндекс говорит, запустите быстро, создайте объявления или выберите те, которые я вам предложил, и все, отдайте дальше мне работу. Опять же, укажите, какой бюджет, укажите, по какой цели мне нужно оптимизироваться. Например, вы хотите заявки или вы хотите продажи с этого сайта. А дальше Яндекс сам разберется. На поиске показать объявления. Вырос я в рекламной сети Яндекса показать объявления. В ретаргетинге, то есть догонять кого-то, кто был на вашем сайте. Типа Яндекс сам разберется. Ну, это сильно похоже на то, что я вам уже рассказал про товарную кампанию. Просто товарная кампания, она для e-commerce, интернет-магазинов, желательно, чтобы там был как раз товарный фит. А мастер кампании конверсии и трафик это для услуг. Вот как раз вы спрашивали, например, услуги товарную можно запустить? Ну, нет, лучше запустите в этом случае мастер кампании конверсии и трафик. И Яндекс будет сам разбираться с тем, где и что показывать. И результаты тоже могут быть отличные. То есть изначально было придумано это все для самостоятельных рекламодателей, чтобы упростить им вход в Яндекс.Директ. Но сейчас огромное количество профессионалов, которые работают с настройкой рекламных кампаний за деньги, используют мастер кампании конверсии и трафик, получают отличные результаты. Поэтому пользоваться можно. Сразу здесь еще скажу, вы вот тут уже можете это увидеть. Плоховато видно, но можно приглядеться. Тут написано с оплатой за переходы или действия пользователей. Сейчас об этом расскажу, что настраивая рекламную кампанию, вы можете выбрать, за что вы будете платить. За клики. Что значит за клики? Это когда я увидел вот это, например, рекламное объявление. Сейчас, секундочку. Вот это, например, рекламное объявление увидел. И если этот рекламодатель настроил рекламную кампанию с оплатой за клики, вот я кликнул по объявлению, например, по заголовку или по ссылке, или по быстрой ссылке, или по телефону, куда бы я ни кликнул, с рекламодателя спишутся деньги. Это как раз модель оплаты за клики. Стану ли я клиентом, совершу ли я конверсию, не факт, но рекламодатель заплатит деньги. Если это вы, данный рекламодатель, вы заплатите деньги в момент клика. То есть в данном случае платите за каждый клик, который пользователь совершит по вашему рекламному объявлению. Если один и тот же пользователь подряд много раз кликнет, то с вас не будут подряд списываться деньги, потому что это будет считаться с клики, у него еще фрод по-другому называется. Но главное факт понять. Суть. Будете платить за клики. Другой вариант, вот написано было, за действия, за действия пользователей. Это когда вы настраиваете рекламную кампанию и выбираете оплату не за клики, а за конверсии как раз. Те самые конверсии, целевые действия на вашем сайте. Например, вот такое рекламное объявление запускает, то же самое, да, давайте тут вот первый рекламодатель платит за клики, а второй рекламодатель вот этот платит за конверсии. Что в этом случае произойдет? Показано его рекламное объявление, я кликаю по рекламному объявлению, деньги не списываются. Я перехожу на сайт, изучаю информацию на сайте, и, например, этот рекламодатель в своей рекламной кампании указал, что он готов платить только за достижение конверсий, каких-то целевых действий, и только за факт отправленной формы заявки с его сайта. Это настраивается тоже внутри Яндекс.Метрики. Я вот перешел на его сайт, что-то там лазю, смотрю, с него деньги не списываются, что угодно там делаю, деньги не списываются. Я заполнил форму, отправил форму, счетчик Яндекс.Метрики, установленный на этом сайте, зафиксировал факт целевого действия, отправленная форма заявки. И вот только в этот момент с этого рекламодателя будут списаны деньги. То есть получается, что второй рекламодатель в данной ситуации платит только за тех, по кому, с кого он получает контакты. То есть он платит, по сути, только за лиды, это называется. Например, если он работает именно по форме. За лиды. Лид – это как раз контакты целевого пользователя, которые вы получаете. Он платит не за клики, не за показы, платит только за конверсии, за лиды, за контакты. И, наверное, большинство из вас захочет работать именно так. Ну, действительно, зачем платить за клики, если эти клики могут приводить ни к чему. Если можно платить за конверсии, то есть реально за тех, кто у нас совершает заявки на сайте, покупки. На покупке тоже можно выбрать стратегию, что я хочу платить только за покупку на моем сайте, если у меня интернет-магазин или, в принципе, на сайте можно купить. И вы, конечно же, можете использовать этот подход и не только в мастере компании. Не только в мастере компании. Если вы будете запускать обычную рекламную компанию, сейчас буду много сегодня рисовать, потому что много новичков, обычную рекламную компанию, конверсия, продажа и трафик, здесь тоже, как вы видите, написано. Или действия посетителей. Здесь вы тоже можете выбрать, что вы хотите платить не за клики, а только за конверсии. Этот вариант может замечательно у вас работать в том случае, если, в принципе, люди, которые будут к вам переходить на сайт из Яндекс.Директа, эти конверсии оставлять будут. Потому что Яндекс должен зарабатывать, об этом всегда надо помнить. Тут не то, что Яндекс расщедрился, типа, ага, пожалуйста, платите только за клики, не платите за конверсии. Конечно, нет. Яндекс будет отдавать вам показы, как рекламодателю, только в том случае, если будет видеть вероятность того, что Яндекс заработает. Потому что Яндекс – это бизнес, он должен генерить прибыль. Поэтому каждый раз робот, алгоритм Яндекса, анализирует в каждый момент времени, в каждый аукцион. Что такое аукцион? Аукцион – это когда пользователь какой-то зашел и вбил, например, поисковый запрос. Вот он вбил запрос, в этот момент происходит аукцион между десятками или сотнями рекламодателей. Каждый раз в момент аукциона Яндекс, робот Яндекса будет анализировать, с кого он может заработать больше. Если он может заработать больше с вас, если даже вы включили оплату за конверсии, это значит, что Яндекс прогнозирует высокую вероятность конверсии на вашем сайте именно с этого пользователя в этом аукционе. Тогда он покажет вас, возможно, на самой первой позиции в поисковой выдаче. Если он поймет, алгоритм поймет, что он больше заработает с того, кто платит за клики, выше покажет того, кто платит за клики, всех покажет только тех, кто платит за клики. Вот это надо понимать. Магии в стратегии оплаты за конверсии нет никакой. Обмануть систему не получится. Можно попробовать, но не получится. Поэтому, конечно, стоит пробовать вариант оплаты за конверсии, но если у вас этих конверсий достигаться не будет, то Яндекс просто не будет откручивать вашу рекламу. Не будет откручивать вашу рекламу, Потому что ему нужно будет отдавать показы кому-то другому, с кого он заработает. Следующий пункт – это продажи на маркетплейсах. Это опять же к ответу на вопрос, а если у меня нет сайта. Если у вас, например, история про маркетплейсы, Озон, Вайлберис, Казанье Экспресс и Яндекс.Маркет, то вы можете просто прикрутить сюда ссылочку на ваш маркетплейс. Если это Вайлберис, ссылку просто на ваш магазин на Вайлберис. Если это Озон, там нужен будет API-ключ. Если вы работаете с маркетплейсами, вы знаете, что это такое. Далее, например, я выбрал продажи на маркетплейсах, прикрутил Вайлберис. Я попадаю вот в такую настройку рекламной кампании, где Яндекс автоматически подтягивает товары из моего маркетплейса, например, из Вайлбериса, автоматически генерирует рекламное объявление. Вот здесь можно прочитать, что Яндекс автоматически создает для меня организацию в Яндекс.Бизнесе и автоматически генерирует сайт на основе Яндекс.Бизнеса. Здесь есть ссылочка даже на этот сайт. Если вы хотите попробовать потестировать что-то такое, вы можете, в принципе, найти на Вайлберис любую ссылку любого магазина, закинуть, посмотреть, как все это работает. То есть он генерирует прямо такой простенький сайт, где будут все товары с маркетплейса, которые он смог подтянуть с вашего. Далее запускается рекламная кампания по типу мастера кампании, простенькие настройки. И дальше Яндекс сам автоматически решает, кому что показать под определенные товары. Ну, маркетплейс – это обычно как раз товары для того, чтобы, собственно, транслировать вашу рекламу, отправлять пользователя на вот этот сайтик, как раз который он автоматически создал. И дальше, если пользователь на этом сайте кликнет на кнопку «Купить», его прокинет на ваш Вайлберис или ваш Озон, дальше он на вашем магазине Вайлберис сможет, например, совершить покупку. То есть вот в этом случае, если вы работаете с маркетплейсами, пожалуйста, можете использовать такой подход. Правда, я его не использую в своей практике. Когда надо продвигать маркетплейсы Озон, Вайлберис в Яндексе, а для маркетплейсов обычно это надо делать, потому что дополнительный внешний трафик нужен, иначе эти карточки на маркетплейсе на сотой странице валяются, никто до них не доходит. Я использую дополнительные инструменты, которые есть на рынке. Например, есть такой сервис, называется Wansi. Я вам напишу просто в чате сейчас. Как он называется, вы его можете сами найти. Он у нас прикручен в Елама, тоже есть. И вот этот сервис, он позволяет тоже сгенерировать сайт на основе Вайлбериса или Озона. Причем, если через Яндекс, то там отдельно Вайлберис, отдельно Озон, а этот сервис позволяет сгенерировать сайт. Например, если у вас и Вайлберис, и Озон, то там будет карточка товара, где будет кнопка на Вайлберис, кнопка на Озон. И на этот сайт, почему я такой подход использую? Я на этот сайт могу установить свой собственный счетчик Яндекс.Метрики, чтобы отслеживать данные о посетителях, которые приходят на этот сайт. Могу, соответственно, использовать ретаргетинг по этому сайту. Могу повесить туда любые дополнительные счетчики, там, из ВК рекламы, ВКонтакте, MyTarget, какие-нибудь пиксели дополнительные. То есть много всего еще могу донастроить, чтобы работать не только с Яндексом, как вот сейчас мне здесь предложено на этом скриншоте, а еще и с другими рекламными системами, которые, в принципе, доступны на рынке. У нас в Елама есть, помимо кучи разных плюшек, у нас есть еще такой бесплатный, первый бесплатный маркетплейс для интернет-маркетологов. Мы подключаем к себе разные инструменты, которые есть на рынке, инструменты для борьбы со скликиванием, инструменты для работы с маркетплейсами, инструменты для работы с таргетированной рекламой. И вот сервис Ванси мы тоже к себе подключили. То есть если вы в Елама зарегистрируетесь, вы сможете использовать все эти сервисы совершенно бесплатно. Мы за них платим, а вам даем просто бесплатный доступ. Поэтому приходите и пользуйтесь, кстати говоря. Ну и последнее. Вот мы тут были, мы тут были, а теперь я дошел вот сюда. Рекламная подписка. Рекламная подписка – это история про Яндекс.Бизнес. Вот здесь даже написано, что Яндекс.Бизнес. Это история про то, что вы, например, не хотите заморачиваться сайтом, или у вас пока что нет сайта, но вы уже хотите продвигаться, хотите привлекать какую-то аудиторию. Здесь такой подход, что, как вот Яндекс вам тут и говорит, что вы занимаетесь своим бизнесом, а Яндекс занимается продвижением. Яндекс занимается привлечением аудитории, привлечением клиентов. И вы просто создаете карточку в Яндекс.Бизнесе. Раньше там Яндекс.Справочник, как это называлось, Яндекс.Карты, можно сказать. Создаете там карточку вашей организации, добавляете описание, информацию, добавляете изображение, добавляете контактную информацию. Если есть отзывы, замечательно, пусть там появятся отзывы. И дальше вы просто через рекламную подписку, вот нажимаете здесь кнопочку «Запустить», закидываете бюджет, и вот там вообще полная автоматика, полная автоматика. То есть Яндекс сам решает, кому, где, что показывает, сам все анализирует, сам дает какие-то результаты. Я вам могу сказать практику. Яндекс.Бизнес подходит не для всех, далеко не для всех, но для кого-то подходит. Просто я нередко встречаю такое мнение Яндекс.О рекламной подписке Яндекс.Бизнесе, которое заключается в том, что это вообще прям фу-фу-фу, прям использовать не надо. Там Яндекс работает очень плохо, типа не получается хороших результатов. На самом деле не так. Рекламная подписка Яндекс.Бизнес замечательно подходит для практически любого бизнеса, у которого есть локализация. Что это? Это салоны красоты, барбершопы, кафе, рестораны, какие-то конкретные точки, банковские офисы, офисы продаж и так далее, так далее, так далее. То есть когда есть шиномонтажки, СТОшки, вот все вот такое отлично подходит, потому что это в первую очередь как раз продвижение в Яндекс.Картах. Если не запуститься, то как бы вы, если вы не запуститесь в Яндекс.Картах, когда вы продвигаете что-то вот такое с локальной конкретной точкой в вашем городе, в вашем поселке, в вашем регионе, вы не будете охватывать довольно-таки значимую часть целевой аудитории, потому что кто ищет СТО, кто ищет шиномонтаж? Тот, кто взял свой смартфон, открыл, например, Яндекс.Карт и вбивает там какие-то конкретные запросы. Тот, кто открыл, например, Яндекс даже на десктопе и вбивает СТО неподалеку, шиномонтаж рядом, то есть вот такие поисковые запросы. Или в смартфоне тоже такие запросы вбивает. Рядом со мной, вот частый запрос бывает, когда нужно что-то такое найти, там кафе, магазин рядом со мной, булочная рядом со мной. И вот как раз через рекламную подписку вы замечательно им подкинете свое рекламное объявление. Ну, Яндекс сам сгенерирует, сам подкинет ваше рекламное объявление, и могут быть тоже отличные результаты. Поэтому если вы продвигаете такой локальный бизнес, локальной тематики, помимо всего прочего, все остальное тоже можно запускать. Но помимо всего прочего, можно попробовать рекламную подписку, попробовать посмотреть. Какой рекомендуемый бюджет, я не буду говорить, потому что это всегда супер индивидуально. Не надо начинать с больших бюджетов, начните с небольших как раз, для того, чтобы просто потестировать. Потому что, почему не говорю какой-то ориентир, потому что очень разная история. Это от региона зависит, от тематики зависит, там слишком много разной специфики. Итак, подытожим вот этот блок, для чего нужны разные типы рекламных кампаний. Мастер кампаний – это быстрый старт на поиски в РСЯ, то есть сразу показы и там, и там. И Яндекс сам решает, где вас показать. В том числе будет работать ретаргетинговый принцип, догонять тех, кто уже был на вашем сайте. Поисковая реклама – это в первую очередь работа с горячей целевой аудиторией по запросам, потому что там вы отвечаете своим рекламным объявлениям на конкретный поисковый запрос пользователя. Человек пришел, ввел запрос, вы свое рекламное объявление ему показали. Это более целевая аудитория, коммерческие какие-то запросы и так далее. Купить, заказать, вот такой прямой прямо спрос. Реклама в РСЯ – это широкий охват на большом количестве различных сайтов, менее теплой аудитории, потому что пользователь не вводит конкретный запрос. Он, может быть, это искал сегодня и дальше пошел изучать какую-то информацию на сайтах. Может, он это искал вчера, может быть, еще ранее. Теперь он пошел вообще куда-то в другое место, в дзен почитать какую-нибудь статью, и тут вы ему подсовываете свое рекламное объявление. Поэтому он менее теплый, менее горячий. Он, может быть, ему сейчас это уже вообще не надо, но он может заинтересоваться кликнуть, но, может быть, не будет совершать конверсию на вашем сайте. С меньшей вероятностью будет совершать конверсию. Но запускать надо рекламную сеть Яндекса, потому что через нее делается дополнительно очень большой охват интересующей вас аудитории. Ретаргетинг. Ретаргетинг у нас много где, я надеюсь, вы это уже поняли. То есть это не отдельный тип рекламной кампании, а это принцип внутри. Например, есть ретаргетинг в RSI, ретаргетинг на поиске, ретаргетинг в смарт-баннерах. Ретаргетинг – это как раз повторное взаимодействие с аудиторией. Вы говорите «Яндекс, вот у меня есть те, кто приходил на мой сайт, которые не оставили заявку. Давай будем показывать им вот такое рекламное объявление». Таким образом работает ретаргетинг. Его нужно запускать обязательно. Как только вы запустили какой-то трафик на ваш сайт, ретаргетинг уже нужно запускать. Если у вас еще нет ни одной рекламной кампании, в принципе, но есть уже сайт, и туда уже приходит аудитория, неважно откуда, из ВКонтакте, из поиска, ну, обычной органики. Вы просто пешком людей приводите на свой сайт. Как бы странно это ни звучало. Люди уже туда приходят. Обязательно на этом сайте должен быть установлен счетчик Яндекс.Метрики. И вы самую первую рекламную кампанию можете запустить уже с ретаргетингным принципом. Потому что ретаргетинг не обязательно по аудитории, которая пришла из Яндекс.Директа. Вы можете сказать «Яндекс, смотри, у меня на сайте за месяц было вот столько-то людей, отовсюду они приходили. А теперь я в Яндекс.Директе хочу запустить рекламу на тех, кто вот эти за месяц люди, которые были, и запустите на них рекламу. И вы знаете, кто эти люди, вы знаете, как они вели себя на сайте, вы знаете, что им нужно показать интересненького. Можете им сразу акцию показать, спецпредложение, можете сказать, вы были на моем сайте, вот вам, пожалуйста, что там, скидка, акция, бесплатно, спецпредложение, какой-то оффер, какое-то предложение. Пробуйте ретаргетинг, нужно запускать обязательно. Следующее – это продажи товаров, товарная компания, динамические объявления на поиск, смарт-байнеры в рекламной сети Яндекса, для интернет-магазинов, авто, недвижимости и так далее. Сайты с большим наполнением. Здесь нужен фид, я еще написал дополнительно YML фид, это расшифровывается как Яндекс Market Language. Вообще фиды бывают разные, может быть в CSV, ну, XL, упрощенно говоря, формат, может быть, XML фид, не буду сильно углубляться, но это фид, который используется в Гугле. А у Яндекса есть еще свой формат фида – Яндекс Market Language. Вот все эти три, которые я сейчас перечислил, можно использовать в Яндексе. Но лучше всего для Яндекса подходит фид именно Яндексовский. Яндекс Market Language. Он изначально был разработан для Яндекс Маркета, а теперь его можно использовать еще и при создании обычных динамических рекламных компаний, товарных компаний. Пожалуйста, вот я подробно на этом вебинаре мы это разобрать не можем. Про e-commerce, про такую рекламу нужно отдельно проводить целый курс на самом деле. У меня есть курс по Яндекс Директу, у меня вот сейчас идет поток курса, у меня люди обучаются платно Яндекс Директу. У нас на следующей неделе запланировано два занятия отдельно, прямо по продвижению товаров, два отдельных занятия. И даже их может быть мало. Мы там все разберем, что только можно, но все равно могут остаться вопросы после этого. Поэтому в формате такого вебинара я, конечно, все это разобрать не могу, но запомните, запишите, если вы про продажу товаров, пожалуйста, разбирайтесь с этим. Я видел сразу на вопрос, отвечу, видел вопрос, где взять фид для товарной рекламы, спрашивает Анна. Сделать самостоятельно, но вряд ли у вас самостоятельно получится сделать хорошо. Если используете какие-то движки CMS, например, у вас интернет-магазин на Tilda, интернет-магазин на WordPress, интернет-магазин на каком-то движке типа NetHouse, какой-нибудь Sales, чего-нибудь там и так далее, у них обычно есть какие-то плагины или настройки внутри прямо. CMS – это система управления сайтом, система управления интернет-магазина, например, в вашем случае. Там обычно есть какая-то возможность сгенерировать данный фид. У Tilda есть WordPress, есть официальный плагин от Яндекс.Метрики, который позволит сгенерировать фид. Нет, простите, от Яндекс.Метрики для настройки e-commerce, но плагин для генерации фида для WordPress тоже есть. То есть через плагин какой-то можно, через какую-то настройку внутри той CMS, с которой вы работаете, систему управления сайтом. Либо, и для больших сайтов это лучший вариант, именно его используем мы всегда, когда работаем с клиентами, это дать тех заданий разработчику, который сделает фид на основе вашего сайта. Он его должен загрузить на сервер, где ваш сайт лежит, далее дать вам ссылочку на этот фид. Нужно сделать, чтобы этот фид был обновляемым, чтобы постоянно там были актуальные товары с актуальными ценами и так далее. И вы потом берете вот эту ссылочку, добавляете ее в Яндекс.Директе при создании рекламной кампании. Яндекс.Директ по этой ссылке идет и забирает все товары из фида и показывает вам, что он будет показывать, что в рекламу у вас попадет. Там будет показано, сколько товаров он смог найти, подгрузить и так далее. Покажет предпросмотр рекламных объявлений и так далее. Нужно с этим обязательно разобраться. Есть еще, на самом деле, другой вариант. Это когда вы прямо при настройке рекламной кампании, которая как раз прямо называется товарная кампания, которая практически полностью автоматическая, там есть возможность указать товары вручную. Ну, знаете, если у вас несколько товаров, например, 10-15, то вы можете прямо вручную там забить информацию по каждому товару. Название, описание, ссылочку, картинки. То есть как будто вы создаете фид, но прямо внутри самого Яндекс.Директа. Он, кстати, потом, вот когда вы вручную забиваете, он прямо фид и создаст сам. Но там ограниченное количество данных зашивается, вот когда вы так сами создаете прямо внутри Яндекс.Директа. То есть через фид сайта можно больше данных передать. И второй нюанс, если у вас большое количество товаров, так вручную, конечно, вы сильно устанете все это создавать. Плюс, когда у вас что-то изменится на сайте, вам нужно будет прийти что-то изменить, цену, наличие и так далее. То есть это вручную делать практически невозможно. Поэтому лучше с сайта все это делать. Можно ссылку на ваш курс. Давайте я вам скину ссылку, знаете, не на курс, а на просто свою группу ВКонтакте. Подпишитесь на нее. А там самым первым прикрепленным сообщением есть как раз информация о курсе. можете кинуть заявку, потом, когда сейчас идет набор на апрельский курс, на апрельский поток, кинуть заявку, когда будет подробная информация, я вам пришлю какую-нибудь информацию по этому поводу. Сейчас вот идет, сейчас серединка на курсе у тех, кто обучается сейчас, на этом потоке. Следующий, думаю, будет в апреле. Посмотрим. Но там, конечно, очень подробно. Там про Яндекс.Директ, про Яндекс.Метрику, про товарную рекламу, про анализ, оптимизацию и так далее, так далее. Про все, короче. Вот. Для чего нужны последние здесь блоки? Продажи, если на маркетплейсах, то, соответственно, для увеличения продаж на Озон, Вайлберис, Казань Экспресс, Яндекс.Маркет. Ну, я думаю, это логично. И да, я вот не сказал еще про несколько типов, на самом деле не один тип рекламной кампании, про несколько типов, которые работают на узнаваемости охват. Это медийная реклама, которая может быть с оплатой за показы или с оплатой за клики, но которая тоже в большей степени как медийная. Сейчас я вот сюда вернусь и покажу вам. Смотрите, здесь в режиме эксперта, мы же не все с вами разобрали, здесь есть еще установки приложения, например, если вы продвигаете мобильное приложение, отдельный тип рекламной кампании. Охват в рекламной сети Яндекса. Пожалуйста, не ошибитесь, когда запускаете рекламу в рекламной сети Яндекса. Вам нужны конверсии, продажи и трафик. Охват рекламной сети Яндекса. Смотрите, что здесь написано. Оплата за просмотры, за показы и просмотры. То есть это охватная медийная рекламная кампания, когда вы платите, например, за тысячу показов. Это не перформанс, это не про конверсии, не про заявки, это про охваты. Если вам нужна охватная рекламная кампания, типа просто как можно больше показать, показать, не перешли, чтобы показать, не про трафик даже, тогда вот это. Но это больше для верхнего этапа воронки, когда нам нужно наращивать знания о нашем продукте, о нашей кампании, о нашем товаре и так далее. Охват в новой вкладке браузера, там тоже оплата за показы, это тоже медийная реклама. Охват на сервисах Яндекса, тоже оплата за показы, это тоже медийная реклама. Заметность на поиске Яндекса. Вот это с оплатой за клики, за переходы, это как раз баннер, который я вам в самом начале показывал. Вот этот баннер, он называется баннер на поиске. Его тоже можно запускать, но не стоит ожидать от него каких-то суперпоказателей. Его можно запустить как такую дополнительную точку касания с аудиторией. На этом баннере можно разместить номер телефона, забрендировать его и так далее. Даже не обязательно кнопку размещать, чтобы пользователь кликал. Достаточно крупно номер телефона разместить, какую-то информацию с вашим оффером, пусть звонят. То есть если вы показали этот баннер, никто не кликнул, а просто увидел номер телефона и позвонил, то вы забесплатно получите звонок. Это просто замечательно. Но это просто как дополнительный формат, от него ничего ждать особенного не стоит. Кликают по нему мало. И продвижение профиля на услугах. Если работать с Яндекс.Услугами, это тоже история про то, если, например, нет сайта, но вы как профессионал, например, какие-нибудь услуги в сервисе Яндекс.Услуги предоставляете, можно продвигать еще профиль. Вот, в общем-то, на этом первый блок сегодняшнего вебинара подошел к концу. У меня еще очень много информации, а я уже целый час рассказываю. Тем, кто уже разбирается в Яндекс.Директе, наверное, скучно, но я вам сказал в самом начале, предупредил, что я буду очень подробно все разбирать для того, чтобы вы с этого вебинара, вот те, кто совсем-совсем новички, ушли уже такими более подкованными в том, как оно работает. Давайте пойдем дальше. Те вопросы, которые я успеваю зацепить, я на них отвечаю, которые не успеваю, я потом еще в конце вебинара постараюсь ответить. Второй блок про аукцион Яндекс.Директе. И здесь мы не будем очень подробно разбираться в принципе работы аукциона, потому что вот если я вам скажу, что в поиске работает аукцион, который называется Викри Кларка Гровса. Это аукцион более математически честный. Вы доплачиваете только за дополнительные клики. Вот вам это не даст абсолютно никакой информации, вы только дополнительно запутаетесь. Поэтому я вам это сейчас проговорил, а потом возьму из «Люди в черном» кнопочку, нажму для того, чтобы вы это забыли, потому что ненужная информация, вряд ли она вам пригодится на практике. В РСЯ другой тип аукциона, тоже вряд ли вам эта информация на самом деле пригодится. Поэтому давайте я вам лучше расскажу про аукцион, что влияет на то, вообще вы сможете показать свое рекламное объявление или нет, где ваше рекламное объявление может быть показано. Например, когда в выдаче, там же есть в верхнем блоке, например, в поиске 4 объявления, еще внизу есть 3 объявления, даже 4, по-моему, уже сейчас, потому что первое дублируется. На какой позиции вы будете показаны, что на это влияет? А если в рекламной сети Яндекса, там тоже обычно несколько объявлений, они по-разному кликабельности у них, на какое-то лучшее кликают, на какое-то хуже, что влияет на это? Вот давайте это разберем. Во-первых, конечно, ставка. И ставку вы можете назначать в рекламной кампании не только за клики. Я же вам говорил, что вы можете платить за конверсию, а значит, вы можете устанавливать ставку за конверсию, например. Что такое ставка за клик? Это вы говорите, Яндекс, я готов платить за клик не дороже, чем, и говорите, сколько? 20, 30, 50? Чуть позже разберем, как посчитать. Или, например, вы говорите, Яндекс, я хочу платить только за отправленные формы заявки не дороже, чем, сколько? 100, 200, 300, полторы тысячи. Ну, по-хорошему надо работать в рынке, для этого рынок надо знать, сколько стоит заявка, неквалифицированная заявка. То есть обычная вот заявка, которую надо еще прозвонить и узнать, что там вообще за заявка получается. Вот, надо указать, да, какое-то значение. А есть еще доля рекламных расходов в настройке рекламной кампании. Это значение, которое указывается в процентах. Например, для интернет-магазина, если я передаю со своего сайта информацию о транзакции, то есть у меня кто-то совершает покупку на сайте на 10 тысяч рублей, я информацию эту в Яндекс.Метрику передаю, что у меня совершена покупка на 10 тысяч рублей. И я могу настроить в рекламной кампании, сделать такую настройку в стратегии, типа 10%, например. Вот я выбираю оптимизацию по доле рекламных расходов и говорю, Яндекс, я готов с каждой транзакции платить тебе 10%. То есть когда человек совершил покупку на тысячу рублей, я заплачу 100 рублей за это. Когда человек на моем сайте совершит покупку на 10 тысяч рублей, я заплачу 1000 рублей. Это, собственно, и есть работа от доли рекламных расходов. Для e-commerce нужно рассчитать, понимать, сколько вы вообще готовы платить за такую работу. Следующее, что влияет на место показа и стоимость, это качество объявлений. Что вы написали в своем заголовке объявления, в тексте объявления, сколько вы добавили различных расширений. Это там быстрые ссылки, уточнения, контактная информация. И посадочная страница тоже влияет. Посадочная страница – это страница сайта, на которую вы отправляете пользователя. Робот Яндекса ее сканирует. Яндексу важно, чтобы вы отправляли аудиторию на максимально правильную, точную посадочную страницу. То есть чтобы соблюдался правильный и понятный путь пользователя от поискового запроса, например, если говорим про поисковую рекламу, до финала, до конверсии. То есть если он ввел поисковый запрос, давайте посмотрим еще раз, например, ввел поисковый запрос вот такой. Чистка, сейчас почищу, почищу, чистка ковров с вызовом недорого в СПБ. Яндекс смотрит, робот Яндекса смотрит на то, что вы написали в объявлении. Если вы в заголовке написали «чистка ковров с вызовом в СПБ», недорого еще, например, написали, значит Яндекс понимает, что вы правильно, точно отвечаете на поисковый запрос пользователя. Это влияет на то, где будет показано ваше рекламное объявление. Отчасти влияет. Вот здесь видите, вообще все подсвечено таким полужирным. Чистка ковров с вывозом недорого, химчистка тоже подсвечивается, ковров в СПБ. То есть здесь все слова, кроме химчистки, совпадают с тем, что я ввел в поисковом запросе. И это важно на самом деле, для Яндекса это важно. Для человека это важно, потому что он это прочитал и такой вот тут точно отвечает на мой запрос. Я найду там ответ на свой запрос. Кликнет, перейдет, возможно, совершит конверсию. Я не говорю, что вот этот заголовок плохой. Когда есть какая-то цена, что вывоз там 0 рублей, есть уточнение цены, сколько в принципе стоит эта услуга, это тоже хорошо, это тоже можно использовать, потому что это также дает дополнительную информацию пользователю. Но когда я говорю именно в разрезе того, что влияет на место показов, и как раз говорю про качество, вот под заголовком, текстом, качеством я как раз понимаю тот факт, что Яндекс анализирует, что вы там написали. Вы должны точно отвечать на запросы и приводить людей именно на те страницы, о которых эти люди спрашивают, на те страницы, о которых вы говорили в этих рекламных объявлениях. Следующее – это прогнозируемый CTR. CTR – это click-through rate, это кликабельность, коэффициент кликабельности, отношение кликов к показам. Смотрите, вот у вас показано рекламное объявление, по нему никто не кликнул. Второй раз показано – никто не кликнул. Десять раз показано – никто не кликнул. Сто раз показано – никто не кликнул. Зачем Яндекс у вас показывать дальше. Логично. Незачем. Лучше показывать кого-то другого. Поэтому вот эта кликабельность тоже важна. Яндекс смотрит на реальный, накопленный CTR, реальную кликабельность, которая уже будет там в статистике у вас отображаться. То есть действительно Яндекс смотрит, а как часто кликают именно по вашим конкретным рекламным объявлениям. И всегда в каждый аукцион, в каждый конкретный аукцион, например, когда пользователь вводит запрос, Яндекс еще и прогнозирует вероятность клика по конкретному вашему рекламному объявлению, которое может быть показано. И если вероятность клика высокая, это тоже может повлиять на то, где будет показано рекламное объявление – повыше или пониже. Если низкое, может вообще не показать. Каждый раз Яндекс, робот Яндекса рассчитывает в каждый конкретный момент времени конкретного аукциона. Поэтому и нужно делать рекламные объявления таким образом, чтобы максимально точно отвечать на запрос пользователей, чтобы когда уж они увидели объявление, они с высокой степенью вероятности по нему кликнули. Далее вероятность конверсии по выбранной цели или нескольким целям. Когда вы создаете рекламную кампанию, вы в любом случае укажете, по каким целям нужно оптимизировать вашу рекламу. Поэтому обязательно нужно настраивать Яндекс.Метрику. Цели как раз из Яндекс.Метрики берутся. Вы указываете, что вы хотите, чтобы Яндекс оптимизировал вашу рекламу по цели отправленная форма заявки. И каждый раз в момент аукциона Яндекс будет тоже анализировать эти данные. А есть ли вообще вероятность конверсии или вероятности конверсии нет. Если вы платите за конверсии, указали в настройках, что вы платите только за конверсии, то вот этот параметр очень сильно будет влиять. Потому что если Яндекс не прогнозирует конверсию, он понимает, что он не заработает с вас денег. Очень сильно будет влиять. Если вы платите за клики, вот это будет очень сильно влиять, а вот это уже меньше. Потому что когда вы платите за клики, Яндексу важно, чтобы состоялся клик в первую очередь. Вы за него заплатите. Поэтому в разных настройках стратегии вес вот этих значений может изменяться. Я тут пытаюсь, попытался ранжировать как раз по весу, потому что ставка самый высокий вес имеет, и чуть пониже, пониже. Но опять же от стратегии может тоже зависеть. Конкуренты влияют на места показов. Конечно, мы всегда в конкурентном рынке, и они иногда повышают ставки, они иногда делают более классные объявления, они иногда получают лучшую кликабельность, лучшую конверсионность и так далее. Поэтому конкуренты всегда влияют на то, на что не можем повлиять мы. Нам нужно следить за конкурентами, смотреть, что они используют в своей рекламе, стараться делать лучше, но они в любой момент времени могут все равно нас обойти. Бюджет влияет. Бюджетов в Яндекс.Директе много разных. Это и бюджет рекламного аккаунта, который должен вообще никогда не заканчиваться по-хорошему. Вы всегда должны держать какие-то деньги на бюджете. Всегда. То есть не должно быть у вас такого, что вы работаете, например, с принтами, в понедельник запустились, в воскресенье у вас бюджет закончился, прям ноль, и вы пополнили бюджет заново. Вот это очень негативно сказывается на работе рекламных компаний. Яндекс сильно не любит, когда у вас заканчивается бюджет. Поэтому у вас всегда должно быть автопополнение настроено через Елама или внутри самого Яндекс.Директа, неважно. Например, когда бюджет у вас дошел до 5 тысяч, пополнить еще на 15 тысяч. Бюджет дошел до 10 тысяч, пополнить еще на какую-то сумму. Алексей спрашивает про овердрафт. Овердрафт Яндекс учитывает так, как будто у вас есть этот бюджет. Как будто вы в плюс, можно его считать в плюс. То есть если у вас подключен овердрафт, Яндекс вам позволяет уходить в минус, это для алгоритма хорошо. Он такой, дошел до нуля, но он видит, что у вас есть еще возможность овердрафта, он такой, значит, я могу еще крутиться. То есть алгоритм помогает, а вы, если им грамотно умеете пользоваться, вам тоже будет помогать. Есть бюджет дневной на аккаунте. Можно ограничить на всех. Что значит на аккаунте? У вас в аккаунте много рекламных компаний. Вы можете сказать, что смотри, Яндекс, у меня на все мои рекламные компании в день, например, 10 тысяч рублей. Больше, пожалуйста, не тратить. Или 5 тысяч рублей на все компании. И если он будет маленьким, этот дневной бюджет, вы сами выбирайте, какой он будет. Если он будет маленьким, что значит маленьким. Это значит, что дневного бюджета не будет хватать на открутку всех рекламных компаний, которые вы нас создавали. Это тоже будет негативно влиять на показы. Яндекс может просто, ну, реже откручивать вашу рекламу, потому что будет просто видеть, что бюджета особо не будет хватать. Недельный бюджет на компанию. Если вы используете автостратегию, тогда вы там указываете как раз недельный бюджет. Типа Яндекс, я хочу в неделю тратить 5 тысяч или 10 тысяч. Каким должен быть недельный бюджет? Я дальше покажу. А если вы работаете с ручным управлением ставками, такая стратегия есть, тогда дневной бюджет вы указываете на компанию. И дневной бюджет тоже не должен быть маленьким. Сейчас скажу, кстати, я не помню, есть ли это в презе, но недельный бюджет, рекомендованный, должно его хватать на покупку 10 конверсий. То есть, если вы хотите за конверсию платить, например, за заявку хотите платить тысячу, значит, недельный бюджет минимум должен быть 10 тысяч. А дневной бюджет желательно, чтобы был в 20 раз больше, чем цена клика средняя или ставка. Например, если вы указали ставку 20 рублей, то у вас дневной бюджет должен быть хотя бы 400 рублей. Понимаете, да? Надеюсь, запомнили. Не факт, что это есть в презентации, но в других вебинарах точно есть. А тут просто запомните, потом пересмотрите, если что. Повторите, смотрите. А недельный бюджет на компанию 10 умножить на желаемая цена конверсии. Если цена конверсии 1000, значит, 10 умножить на 1000. Дневной бюджет, если вы используете стратегию ручную, тогда вы там за клики будете платить, 20 умножить на ставку. Если ставка, например, 100 рублей, для ровного счета возьму, например, ставка 100 рублей, значит, у вас дневной бюджет в этой компании должен быть 100 умножить на 20, 2000 рублей. Дневной на аккаунт просто сильно не зажимайте или вообще не устанавливайте, а на всем аккаунте должен просто не снижаться. Там тоже есть на самом деле рекомендуемые лимиты. На всем аккаунте я рекомендую не снижать бюджет меньше, чем 10 тысяч, но мне иногда говорят, типа, у нас такой проект, что у нас 10 тысяч на весь месяц. Ну, тогда не получится у вас так, значит, на меньших бюджетах просто будете работать. Ничего, бывает. Бывает и такое, это не факт, что будет неэффективно. Дальше про аукцион. Смотрите, когда создается поисковая рекламная кампания, после того, как она уже создана, мы закидываем туда разные ключевые фразы, про них мы тоже сегодня поговорим. И если потом провалиться в рекламную кампанию, там можно увидеть что-то вот такое страшное и непонятное. Какие-то объемы трафика, какие-то прогнозы ставки, какая-то списываемая цена. Коротенько объясню, что это такое. Во-первых, если вы планируете долго и счастливо жить с Яндекс.Директом, на это особо смотреть даже не надо, потому что вам нужно рассчитывать просто сколько вы реальности готовы платить либо за клики, либо за конверсии и плясать от этого. Но все равно возникает вопрос у людей, а что это такое, как это прочитать, как это понять. Смотрите, объемы трафика вот здесь. Это условные величины, это не проценты, это не количество кликов, но условно их можно даже приравнять к позициям. Например, объем трафика 120, это когда ваше рекламное объявление может часто попадать на самую верхнюю позицию в поиске, это для поиска, может попадать на самую верхнюю позицию в поиске и быть показано в таком большом расширенном трафарете, это называется, когда будут быстрые ссылки, к нему дополнительное описание, в общем, большое, заметное, много места занимает. Объемы трафика 100 – это частое попадание на первую позицию, но не в расширенном трафарете, на такое обычное рекламное объявление. Сейчас покажу тоже на примере, что это значит. Вот такое большое объявление, это как раз тот расширенный трафарет, видите, здесь есть описание, например, здесь есть на первой позиции вот такая промо-акция, вот тут она показана с отдельной кнопочкой, а вот это обычное объявление, без расширенного. Видите, насколько меньше оно выглядит. Это примерно объем трафика 100, то есть показ тоже сверху, но в таком обычном формате. 75 – это попадание, частое попадание в верхний блок, 15 – это обычно показ рекламы в нижнем рекламном блоке, 5 – это когда реклама показывается вообще прям где-нибудь там внизу, а иногда просто вылетает вообще в принципе из выдачи. Прогноз ставки – это то, как Яндекс прогнозирует, какую ставку нужно указать для именно вот этого запроса для соответствия определенному объему трафика. А списываемая цена – это сколько в реальности с вас будет списываться в текущем аукционе, аукцион динамический, он может в любой момент времени измениться. Но вот в текущий момент времени, когда я сделал скриншот, если бы я попал, например, на самую топовую позицию в расширенном трафарете, для объема трафика 120, мне бы, ну, по идее, если бы Яндекс попросил ставку 620 рублей, но списал бы, если бы я плачу за клики, он бы списал меня не 620 рублей, а 62, 62 рубля. Да, в данном случае это за клики, за клики. Здесь все показано за клики, не за заявки. За заявки тут нигде не будет информации, вы ее просто указываете в настройках стратегии. То есть как понимать вот эти два столбца? Это сколько Яндекс говорит, типа поставьте вот такую сумму, а здесь он говорит, сколько он примерно будет списывать. Но тут на самом деле есть важные нюансы. Все, что вы здесь видите, это соответствует только моменту, когда вы это видите, потому что аукцион динамический может измениться через 5 минут. Это соответствует только точному совпадению вот этой фразы и реального запроса. То есть если запрос будет подлиннее, еще с какими-то словами, еще с того недорого будет написано, тут вообще другие могут быть значения, вообще другие. И эти показатели, которые вы здесь видите справа, не учитывают корректировки ставок. То есть если у ваших конкурентов, например, будут корректировки плюс 100% на смартфоны, плюс 100% на мужчин, то вот они здесь не будут учитываться. Вы поставите, например, ставку для объема травика 120, а ваш конкурент будет выше вас, потому что он еще и корректировку ставок задом. Поэтому я вам это рассказываю просто, чтобы вы понимали, как все это выглядит. Но, пожалуйста, не надо на это опираться. Например, что я хочу наверх, на самый верх, поэтому поставлю ставку 120. Не надо, не надо. Это неправильная работа с рекламой. Неправильно. Вам нужно научиться считать ставки. Если вы работаете вручную, вам нужно научиться считать желаемую стоимость конверсии, если вы работаете с автостратегией. Не надо вот на это опираться. Потому что я вам расскажу, просто свой пример сейчас приведу, но это пример, который постоянно встречается у меня на куче проектов, если я управляю ставками вручную. Везде, почти везде встречается. Какой пример? Вот даже по этому аукциону посмотреть. Яндекс говорит мне, для того, чтобы попадать в верхний блок или на топовые позиции, ну, как минимум, надо 187 рублей указать. По-хорошему. Ну, или хотя бы 30, чтобы в верхний блок попасть иногда. Я в такой вот рекламной кампании беру и устанавливаю ставку, например, 15 рублей. Это даже меньше, чем 15. На все вообще фразы, которые у меня есть, ставлю 15. А потом ввожу поисковый запрос и вижу свое рекламное объявление в топе. Или накапливаю статистику, потому смотрю статистику по местам показа, среднюю позицию показа, вижу, что у меня средняя позиция показа полтора, там, два. То есть реально часто объявления показываются на топовых позициях. Потому что у вас на самом деле может быть огромное количество вложенных запросов, про них я расскажу чуть позже. Может быть большое количество запросов, которые Яндекс подбирает автоматически на основе тех фраз, которые вы добавили. Может измениться аукцион ночью дешевле, выходные дешевле. Может быть очень много всего разного может быть, что может повлиять на реальность, на вашу реальность. Поэтому не надо, смотря на эти значения, завышать себе, невероятно завышать себе ставки. Вы будете переплачивать. Будете переплачивать. Поэтому лучше рассчитывать. Как рассчитать, я вам покажу. То есть в среднем 10-20 ставить? Нет, это тоже неправда. Вы поймете, уже когда будете работать с рекламой, поймете, как с этим работать. У нас все-таки сегодня не практика, не практическое занятие. Посмотрите практические вебинары мои. И по RSI, и по поиску я рассказываю, как управлять ставками. Пожалуйста, посмотрите, разберитесь с этим. А по рекламной сети Яндекса вы таких значений не увидите. Вы увидите только охват аудитории, вот здесь, 150 и 20. Цену клика для определенного охвата аудитории. И вы можете здесь сами указать ставку, например, если управлять ставками вручную. Кстати, если вы управляете ставками вручную в Яндексе, то тоже вы сможете указать ставку. Просто здесь автостратегия подключена, данные все равно видно. И будет указан охват. В рекламной сети Яндекса нет никаких объемов трафика, есть просто охват, примерный какой-то охват. Ну и, конечно, цену клика в RSI ставить 670 рублей, это полный бред. Ни в коем случае. Вот 5-10 рублей в рекламной сети Яндекса поставили и смотрим, что у нас получится. Если он мне говорит, у меня, например, охвата 18%, почти 30%, за глаза, за глаза, надо смотреть, что из этого получится. Не надо, смотря на эти значения, стараться выставлять невероятные ставки. Не надо. Нужен ли какой-то бид-менеджер, бидер на ручке, спрашивает Кристина. Что такое бид-менеджер? У нас в E-Lama есть инструмент, который в автоматическом режиме позволяет управлять ставками таким образом, чтобы выдерживать те стратегии, которые вы хотели бы. Например, вы хотите, чтобы ваши объявления получали максимум трафика. Для этого они должны попадать на максимально топовые позиции. Внутри E-Lama есть такой инструмент, где вы можете сказать, я хочу максимум трафика, но при этом не хочу платить дороже, чем, например, 50 рублей. И E-Lama будет каждые 15 минут проверять примерно вот такие ставки. Мы по API автоматически получаем из Яндекса эти данные и проверяем, куда мы можем подсунуть ваше объявление, чтобы вы получили при тех ограничениях, которые вы указали, максимум трафика. Это имеет смысл в некоторых проектах, например, когда вы действительно хотите обгонять конкурентов, когда у вас есть специфика, что вы получаете продажи, например, только размещаясь на самых топовых позициях. Тогда да, это действительно нужно использовать, потому что это даст вам лучшую эффективность рекламы. Если у вас нет такой специфики, то либо используйте бид-менеджер, но выставляете там небольшие значения на старте. Не надо, опять же, стремиться переплачивать за клики. Это неправильный подход. Либо выбирайте вообще другие стратегии. Выбирайте стратегии конверсионные. Максимум конверсии указывает, сколько вы хотите платить за конверсию. Пусть Яндекс сам управляет ставками. Отлично их алгоритм работает, если эти конверсии, в принципе, будут приходить. Все будет хорошо. Вот, поэтому инструмент у нас действительно такой есть. Вот Павел тоже о нем написал, что в кабинете Elama есть сервис по управлению ставками. Ставка подбирается автоматически для выигрыша аукциона. Да, но вы там задаете ограничения, типа, я не хочу платить дороже, чем определенное значение. А дальше мы просто проверяем все ставки и стараемся выкупить для вас, например, максимум трафика не дороже, чем вы указали. Вот таким образом работает бидер в Elama. Приходите, пользуйтесь Elama. Надо вам пользоваться бид-менеджером или нет, вы можете спросить для своего конкретного проекта у нашей службы заботы. Ребята вам подскажут, подходит для вас это или нет. Если подходит, то как его лучше настроить для того, чтобы вы получали суперрезультат. Вот, это про аукцион. По аукциону, кажется, были какие-то вопросы. Как посмотреть статистику по местам показа? Спрашивает Никита. В мастере отчетов есть такой срез, называется средняя позиция, по-моему. Там будет средняя позиция указана, а именно места показа, типа, где, на какой площадке, это уже площадки, отдельный отчетик. Вот еще, типа, если мы ставим ставку 619, то как спишется 62? Ну вот я вам показал, да, как это выглядит. Потому что здесь ставка, а здесь будет списываться, вот реально, в реальности Яндекс говорит, сколько будет списываться именно для такого запроса. То есть это разные сущности. Ставка и списанная цена клика – это разные сущности. Но надо помнить, что это все может измениться в любой момент, и, пожалуйста, не надо. Вот сегодня я это вам рассказал, но перед тем, как в реальности работать с рекламными кампаниями, пожалуйста, посмотрите практические вебинары, где я подробнее про все это рассказываю, как на самом деле управлять ставкой. Бежим дальше. Дальше у нас таргетинги. Таргетинги – это способы подбора целевой аудитории. На поиске, в первую очередь, конечно же, происходит подбор по реальным поисковым запросам пользователей. В рекламной сети Яндекса по поведенческим характеристикам и интересам, а в ретаргетинге по определенным сегментам пользователей, которые вы сами выбираете. Какие есть таргетинги в Яндекс.Директе? Во-первых, это география. Вы можете выбрать регион, страну, область, город. Можете добавить вот несколько городов, пожалуйста. Выбирайте просто, где вы хотите показывать рекламу, где находится аудитория, которая вам интересна. По IP-адресу Яндекс определяет. Другой вариант – это выбрать точное местоположение. Тогда вы, например, адрес какой-то вводите или ставите точку на карте и, допустим, обрисовываете вокруг нее окружность, то есть задаете радиус и говорите, что мне нужно показывать рекламу только в этом радиусе. Для, опять же, бизнесов с какой-то локальной составляющей это можно использовать. Оно не всегда работает точно, не всегда дает хорошие результаты, но потестировать надо обязательно. Можно указать адреса ваших конкурентов, таргетироваться на тех, кто приходит к вашим конкурентам. Конечно, туда попадет куча других людей, но попробовать, потестировать, поэкспериментировать можно. В интернете есть кейсы про это. Второй тип таргетинга – это автотаргетинг. Автотаргетинг на поиске и в сетях немножко по-разному работает. На поиске вам еще будет предложено выбрать категорию запросов, а в рекламной сети Яндекса он просто включен. Смотрите, сразу вам скажу, на поиске автотаргетинг на старте включать не надо, добавляйте ключевые фразы, стартуйте с ключевых фраз. Даже если вы стартуете сразу с конверсионной стратегии, с модели оплаты за конверсии, все равно я бы вам советовал автотаргетинг на старте не подключать. Потому что может быть большое количество поисковых запросов Яндексом подобных, которые вам на самом деле не нужны. Здесь есть категории, но эти категории не так работают, как написано прямо вот в этом примере. Здесь подсказано, какие запросы будут подбираться. На самом деле они работают далеко не всегда так, и если оставить только, например, чекбокс целевые запросы, Яндекс все равно может подбирать не совсем целевых людей, какие-то более широкие запросы, альтернативные запросы. Поэтому не стоит на старте с этим экспериментировать, можете приводить не ту аудиторию, либо сливать бюджет, если платите за клики. Просто чекбокс выключаете и все. Что такое автотаргетинг вообще? Как он работает? Вы создаете рекламные объявления и добавляете посадочные страницы. Яндекс, робот Яндекса анализирует объявления, анализирует посадочные страницы, которые вы добавили в объявление, и на основе этого анализа начинает подбирать аудиторию, которая может интересоваться тем, что вы продвигаете. Ну, посмотрит на ваш заголовок и на ваш сайт, и автоматически начинает подбирать, например, поисковые запросы в пользователей, поисковые запросы в поиске от пользователей, либо, если говорить про рекламную сеть Яндекса, вот здесь, он автоматически на основе вашего сайта и ваших объявлений начинает находить людей, которым это может быть интересно. Вот и все. Про поиск рассказал, расскажу про рекламную сеть Яндекса. Не надо отключать. Если в поиске не надо на старте включать, в RSI не надо отключать, потому что на самом деле, даже если вы в RSI отключите автотаргетинг, он все равно там будет работать. Автотаргетинг в рекламной сети Яндекса неотключаемый, он всегда там будет работать. В RSI всегда работают безфразные таргетинги. Поэтому отключать не надо, пусть работает, тогда потом в статистике вы сможете посмотреть отдельно статистику по автотаргетингу, отдельно по, например, ключевым фразам или интересам. Просто не отключайте. Запомните, что отключить его невозможно. Невозможно. Далее. Следующий тип таргетинга – это ключевые слова. Минус-слова – это не тип таргетинга, через минус-слова мы отсекаем определенные запросы. Вот ключевые слова – это как раз тип таргетинга. Вот я здесь добавил монтаж отопления и могу добавить, как видите, 200 фраз в одну группу. Таким образом, я добавляю ключевые фразы, которые соответствуют, если мы говорим про поиск, соответствуют поисковым запросам, которые вводят люди. Если говорим про рекламную сеть Яндекса, то эти фразы должны соответствовать интересам и характеристикам аудитории. То есть я, например, настраивая рекламную кампанию на рекламную сеть Яндекса, добавляю такие верхнеуровневые фразы – монтаж отопления, установка отопления, система отопления, может быть. И Яндекс, просто посмотрев на эти фразы, начинает находить людей, которых интересует монтаж, установка отопления, связанное что-то с отоплением, начинает им транслировать мои рекламные объявления. А вот в поиске, если я добавлю несколько ключевых фраз, например, монтаж, отопление, установка отопления, то после запуска мои рекламные объявления будут показываться по поисковым запросам, вложенным в том числе. Что такое вложенный запрос? Когда есть, например, монтаж отопления и еще какие-то слова. Монтаж электрического отопления, монтаж газового отопления и так далее. И помимо этого Яндекс еще будет подбирать дополнительные ключевые фразы самостоятельно. От этого вы отказаться никак не можете. Это не автотаргетинг называется, а семантическое соответствие. То есть дополнительно проанализировав ваши ключевые фразы, Яндекс еще будет сам находить какие-то еще фразы, по которым он считает, что вашу рекламу тоже нужно показывать. Бывает, что там вообще что-то не то, но в целом сейчас уже работает эта штука неплохо. Главное вам после запуска рекламы анализировать отчет по реальным запросам пользователя. Отчет называется в Яндексе поисковые запросы. Там будут не ваши фразы, которые вы сами добавили, а реальные запросы пользователей, которые они вводили, в ответ на которые показывались ваши рекламные объявления. Вы их проанализировав, сможете понять, что люди вводят. Если найдете то, что нужно исключить, сможете исключить. Собственно, как исключить? Здесь есть минус фразы. Например, вот тематика монтаж отопления. Я не хочу показывать рекламу по поисковому запросу «Монтаж отопления инструкция» или «Монтаж отопления видео». Вряд ли там целевая аудитория, вряд ли они закажут у меня монтаж отопления. Тогда я вот сюда добавляю инструкция, видео, своими руками, самостоятельно и так далее. Какие-то дополнительные слова сюда можно добавить. Такие списки тоже можно найти в интернете, но помимо того, вы должны при проработке, при поиске фраз ключевых для себя одновременно еще искать и минус фразы. Где искать? Искать можно, например, в сервисе Яндекс.Вордстат. wordstat.yandex.ru. Вот смотрите, я вбил здесь поисковый запрос «Монтаж отопления» и вот покажу вам сразу, что такое вложено. Здесь плохо видно, но тем не менее. Вот смотрите, у меня базовый запрос «Монтаж отопления», а дальше пошли как раз вложенные запросы, то есть с более длинными хвостами. «Монтаж отопления» – это может быть цена, «Монтаж отопления недорого», «Монтаж отопления СПБ» и так далее. Вот, собственно, когда мы для поиска собираем ключевые фразы, мы приходим в сервис Яндекс.Вордстат, вводим сюда базовый запрос, который нас интересует, и собираем в том числе вот эти вложенные фразы. Потом по ходу дела находим то, что нам не нужно. Например, находим слова «инструкция», «фото», «видео» своими руками и так далее. И вот эти слова, прямо слова, забираем и закидываем в минус слова. В итоге у нас получается как раз набор фраз, по которым мы хотим продвигаться, и набор слов или фраз в том числе, по которым мы не хотим продвигаться. То есть при наличии которых наше рекламное объявление показано быть не должно. Вообще подбор ключевых фраз – это тоже тема прямо для отдельного занятия, потому что для больших проектов полностью собирать все вручную очень долго сложно. Есть специальный инструмент, который позволяет это делать. Можно собирать с помощью бесплатного инструмента от Яндекса, который называется Direct Commander. Можно использовать в Яндекс.Вордстате различные плагины, дополнительные настройки. Можно использовать специальный инструмент, который называется Парсеры, который позволяет в автоматическом режиме собирать семантику тоже по таким базовым фразам, базовым запросам, базисы или маски, они еще называются эти фразы. Вот, соответственно, мы их собираем и потом добавляем в рекламу. Спрашивает Рамис. Вложенные запросы нужно тоже добавлять в группу? Для поиска? Да. Для поиска нужно добавлять. Но смотрите, не все в одну группу. Когда вы будете прорабатывать ключевые фразы, вы найдете здесь, например, по запросу монтаж отопления, я здесь наверняка найду запрос монтаж электрического отопления, монтаж газового отопления. На моем сайте есть отдельная страница про монтаж электрического, есть отдельная страница про монтаж газового. Люди ищут совершенно разные услуги, согласитесь. Кому-то надо электрический, кому-то газовый. Поэтому, когда я соберу вот эту всю семантику, вложенные запросы по каждой фразе, по каждому базису, я потом еще сделаю группировку. По-другому это называется еще кластеризация. То есть разгруппирую, что в одну группу я закину все про электрическое, в другую группу все про газовое, в третью группу, например, общие запросы без электрического и газового, и так далее. Где-то водяное у меня будет, и так далее. Таким образом, я разгруппировав, это все будет в одной компании, но в разных группах, разгруппировав таким образом фразы, я смогу на такие наборы фраз сделать максимально точные рекламные объявления. То есть тем, кто ищет газовое, я в объявлении в заголовке прямо напишу монтаж газового отопления, цена такая-то, например, или скидка такая-то, какое-то спецприложение, какой-то оффер, он кликнет и попадет на страничку с газовым. Супер, вот это самый правильный подход, который можно придумать на поиске. А вот для рекламной сети Яндекса вот эти вложенные запросы добавлять не обязательно, потому что Яндекс их все равно охватывает все, и они не нужны в рекламной сети Яндекса. Достаточно добавить только базовый. Монтаж отопления, установка отопления и так далее. Если вы хотите в РСЯ опять же сделать специальное объявление для газового, электрического, водяного, пожалуйста, тогда у вас, например, в одной группе монтаж газового без вложенных. Например, монтаж газового, установка газового. Вот такие с разными словами полезно добавить. В другой группе монтаж электрического, установка электрического. В третьем монтаж водяного, установка водяного. Этого будет достаточно. Охват будет большой, большой. Вы еще чистить потом устанете все это. Поэтому как-то так. Но, конечно, я не закрываю сейчас этим блоком полностью вопрос, все ваши вопросы по поводу сбора семантики. Это прямо опять же у нас на курсе. У меня это отдельный полноценный прямо урок. Отдельный день выделен только про сбор ключевых фраз. Прямо отдельная история. Про минус-слова там тоже есть свои нюансы. Василина спрашивает, как найти фразы по конкретному городу, Смотрите, сейчас в Яндекс.Вордстате есть такая проблема, что у них там осталась только Москва после того, как произошли некоторые геополитические изменения. Но можно использовать специальный плагин, я вам сейчас скину ссылочку, который называется Alive SEO Tools. И тогда у вас будет возможность там выбирать города. Ловите. Alive SEO Tools называется. Можно добавить в виде плагинов Chrome, например, и потом в Яндекс.Вордстате включить этот плагин, и там появится такая справа сверху уведомляшка, где вы с выбором региона. Вы просто вбиваете туда свой регион и выберете тот, который вам нужен. Это спасибо большое коллегам по рынку, по цеху, которые реализовали такой плагин. Действительно, для тех, кто работает ручками в Вордстате, это полезная штука. Можно ли добавлять название конкурента в рекламную кампанию на поиск, рекламироваться по бренду конкурент, спрашивает Ирина. По умолчанию можно, Яндекс не запрещает. Яндекс говорит, что ключевая фраза не является объектом рекламирования, поэтому добавляйте. Но не надо добавлять, если это зарегистрированный товарный знак. Точно нельзя. Ни в коем случае нельзя добавлять в само рекламное объявление, в заголовок, в текст. Ни в коем случае конкурента нельзя добавлять. И, в общем-то, и все. В остальном можете рекламироваться. Единственное, что на рынке уже есть кейсы, когда пытаются через суд доказать, что реклама недобросовестная, когда в ключевую фразу добавляют конкурента. Но смотрите, я ни одного кейса еще не видел, где только за ключевую фразу действительно с кого-то взыскали сумму какую-то значительную. Но смотрите, вот в автотаргетинге у Яндекса есть с вторым прям блоком запрос с упоминанием конкурентов. То есть можно сделать вывод, что Яндекс даже сам рекламируется по конкурентам и дает такую возможность даже через автотаргетинг. Поэтому, пожалуйста, но если вы работаете с клиентом, я бы вам рекомендовал с клиентом это согласовать на всякий случай. Потому что придут к клиенту, клиент потом придет к вам, если вдруг что-то не так. У нас есть клиенты, которые не готовы рекламироваться по запросам с конкурентами. Мы это понимаем и не настаиваем. Итак, как использовать ключевые фразы? На поиске собираем более точные фразы и вложенные запросы, группируем по схожести, ведущие на одну и ту же посадочную страницу, то есть водяное, водяное, электрическое, электрическое и так далее. Автотаргетинг на старте не включаем. В рекламной сети Яндекса используем двух-трехсловные фразы. Все вот эти базовые. Монтаж, отопление, установка, отопление. Вложенные не надо добавлять. Моя практика показывает, что добавление вложенных только сужает охват. Лишнее это все. Группируем по объектам рекламирования и свойствам продукта. То есть если бы на поиске я отдельно добавил установку отопления и монтаж отопления, потому что для меня важно в заголовке прямо написать установка и монтаж. Это важно для робота. Это влияет на то, на ранжирование, где будет показано рекламное объявление. А для RSI я в одну закину группу, в одну. Потому что мне важно, главное, чтобы внутри группы у меня было объединение по объекту рекламирования, что я продвигаю здесь, и по сегменту аудитории, то есть на кого я нацеливаюсь. Автотаркет на старте не выключаем в RSI, пусть остается включено. Также для рекламной сети Яндекса есть интересы и привычки. Здесь в презентации есть список, наверное, вам в чате кого-то сейчас скинут. Огромное спасибо, опять же, коллегам по рынку, Косте Доброву, который спарсил все интересы, которые есть в Яндекс.Директе и отдал рынку бесплатно, чтобы мы с вами могли на них посмотреть и использовать, если нужно. Смотрите, в блоке интересы и привычки мы можем добавлять сайты, можем добавлять, ну, реально интересы, чем интересуются пользователи, и можем добавлять, а это тоже, кстати, интерес, но можно добавлять еще места, которые люди посещают. Путешествия по миру, я почему-то подумал, что места на самом деле нет. Тоже, типа, люди, которые часто выезжают из страны сюда относятся. А реклама – это как раз интерес. Люди, которые интересуются рекламой, производством рекламы, размещением рекламы и так далее. Смотрите, здесь часто возникает заблуждение, если мы добавим сюда сайт, например, elama.ru. Это получается, что мы нацелимся на людей, которые приходят на сайт elama.ru? Получается, можно добавить сюда всех своих конкурентов и нацелиться на тех, кто приходит на сайт конкурентов? Ну, нет, конечно, нет. Такого функционала не дает Яндекс. Если я добавил сайт elama.ru, это значит, что я буду нацеливать свою рекламу на людей, которые по своему поведению, характеристикам похожи на тех, кто приходит на сайт elama.ru, на тех, кто интересуется рекламой, контекстной рекламой, продвижением, таргетированной рекламой и так далее. Но прямо на конкурентов не получится таргетироваться. Интересы и привычки можно в рекламной сети Яндекса тестировать. Они довольно-таки широкие, но в целом тоже могут давать результат. Я никогда не использую интересы на старте рекламной кампании, стартую в рекламной сети Яндекса с автотаргетингом и ключевыми фразами, а дальше уже занимаюсь оптимизацией, потому что RSE – это всегда про, знаете, про некоторую лотерею. Типа пойдет, не пойдет, сработает, не сработает. С рекламной сети Яндекса мы всегда прямо работаем суперосторожно, постоянно что-то перезапускаем, потому что нет какого-то, знаете, вот для поиска все намного понятнее. Для рекламной сети Яндекса нет какого-то единого, знаете, золотого правила создания рекламных объявлений. Поэтому надо просто экспериментировать. Ну, есть ретаргетинг, ниже еще ретаргетинг – это нацеливание на аудиторию, которая к вам уже приходила, плюс есть подбор аудитории, например, можно нацелиться на людей, которые похожи на тех, кто приходил на ваш сайт. Это происходит уже через сервис Яндекса аудитории. Важный момент. На поиске, если мы добавляем ретаргетинг, мы уточняем аудиторию. То есть, например, я говорю, что Яндекс, я хочу показывать рекламу тем, кто вводит определенные запросы, и были уже на моем сайте. Оператор и. То есть, если человек был на моем сайте и ввел какой-то запрос, тогда я покажу ему рекламу. А в рекламной сети Яндекса мы расширяем аудиторию. То есть, если мы добавим ретаргетинг и ключевые фразы, то мы будем нацеливаться и по ретаргетингу, и по ключевым фразам отдельно, на отдельные сегменты аудитории. Но здесь это показано на самом деле. Яндекс часто это выводит в интерфейсе, за что им спасибо. То есть, смотрите, про поиск. География всегда уточняет аудиторию. Автотаргетинг или тематические слова, то есть ключевые фразы, работают по оператору или. То есть, или то, или то, то есть расширение охвата. А ретаргетинг на поиске уточняет аудиторию. А вот в рекламной сети Яндекса география уточняет оператор и. А все остальные работают сами по себе. То есть, если вы добавите ключевые фразы и интересы, ну, типа, вот как некоторые думают, я добавлю фразы и еще добавлю интерес, типа, интересуются рекламы, типа, уточню. Не уточните. Вы расширите охват. Отдельно интересы, отдельно ключевые фразы. Пожалуйста, имейте это в виду, не забывайте. Кроме того, в Яндексе есть специальные символы и спецоператоры, которые можно использовать на поиске. Они могут уточнять различные слова в ключевых фразах, целые ключевые фразы и так далее. Есть справка в Яндексе. Очень подробно там все расписано. Мы не будем подробно на этом пункте останавливаться. Единственное, в RSI их использовать не нужно. А для поиска, если нужно использовать. Там есть конкретные примеры. Вот вам ссылку скинули. Например, у меня тут есть скриншотик. Дальше. Дальше сейчас мы до этого дойдем. Ну вот тут какие вообще часто используют спецоператоры? Плюс фиксируют предлоги союза служебной части речи, потому что предлоги Яндекс не видит. То есть если вы к предлогу не поставите плюс, то как будто бы этого предлога нет. Если к союзу не поставите плюс, как будто бы этого союза нет. Кавычки фиксируют количество слов в запросе. То есть только же слов должно быть в поисковом запросе, как в ключевой фразе. Восклицательный знак фиксирует форму слова. Если нужно зафиксировать, сейчас покажу на примере, значит зафиксируйте. Квадратные скобки фиксируют порядок слов. Например, билеты из Питера в Москву. Порядок слов важен, потому что это не билеты из Москвы в Питер. Билеты из Москвы в Питер тоже порядок слов надо зафиксировать. Поэтому мы можем вот это словосочетание из Питера в Москву взять в квадратные скобки. Такие примеры есть в справке Яндекса. Для того, чтобы порядок слов в поисковом запросе пользователей соблюдался. И еще вот очень важный момент, про него редко кто рассказывает и мало кто знает. Яндекс не различает много всего. Смотрите, что он различает. Существительные глаголы и прилагательные. Различает. Например, купить и покупка для Яндекса разные слова. Разные. А вот купить и покупающий одинаковые. Вот что Яндекс не различает. Род, число, поддерж, лицо не различает. Единственное, множественное, ему не важно. Регистр букв большие и маленькие не различает. Порядок слов ему все равно, если вы их не закрепили слова эти квадратными скобками. Степень прилагательного. Маленький, меньший, ему все равно. Красивый и красивее. Повторы слов не различает. Если у вас в ключевой фразе будут повторы слов. Купить, купить автомобиль. Купить автомобиль, автомобиль. Купить автомобиль в кредит в Москве. Два раза предлог В. Он один предлог может выкинуть, вместо него любое другое слово подставит. Глаголы причастия, идея причастия не различает. Это одно и то же для него. Знаки препинания, предлоги союза не различают, если мы не закрепили предлоги союза плюсами. Загородные дома – это одно и то же для него. Да, это одно и то же. Как проверить? Открываете Яндекс.Вордстат и вбиваете просто туда запрос. Вот смотрите, я ввел запрос «Открытый офис». И он мне говорит, что соответствует открытому офису. Какие слова соответствуют? «Открытый офис» – окей. «Открыть офис» – оказывается тоже самое. «Сбербанк офис открыто» – тоже соответствует. То есть Яндекс их не различает, это для него одно и то же. Что открыто у нас? Наречие. Это наречие? Я не очень разбираюсь в русском языке. Если что, я с Казахстана. «Открыть глагол» – открытый. Почему? Вот вы мне скажете, Никита, какого вообще? Смотри, тут же прилагательное и глагол не должны быть. Но открытый в русском языке может быть еще и чем? Причастие. Поэтому, собственно, причастие глагола он уже не различает. Поэтому открытый кем-то офис. Вот такое что-то. В общем, тут еще с русским языком надо разбираться. И вот здесь как раз те самые операторы и пригодятся. То есть если вам не нужно показывать по поисковым запросам со словом «открыто», вы можете, например, добавить минус слова. Вот так. Минус. Восклицательный знак. Открыто написать. Ну, не буду все слово писать. Открыто. То есть вы закрепляете конкретную словоформу. Или если, как вы спрашиваете, загородные и загородные – это разные слова? Разные. Если вам нужно отдельно, например, по загородным в обнаженном числе, вы можете перед словом «загородные» поставить восклицательный знак. Таким образом вы закрепляете форму слова. Пожалуйста, почитайте примеры, которые есть в справке Яндекса. Там все очень подробно расписано. Еще один важный момент. Смотрите. Ключевые слова имеют приоритет над минус-словами. Это очень важно. Если, например, вы добавите ключевую фразу «монтаж системы отопления инструкция» со словом «инструкция». Ну, забыли. Случайно добавили. Не хотели, но добавили. А в минус-слова добавили слово «инструкция». Потому что на самом деле это для вас минус-слово. Ключевая фраза имеет более высокий приоритет. То есть по поисковому запросу «монтаж системы отопления инструкция» показ, я написал «может быть», но он будет, скорее всего будет. Если вы играете аукцион, будет. Поэтому, пожалуйста, проверяйте те фразы, которые вы собрали, потому что минус-словами вы не отсечете показ по запросам тем, где в ключевиках эти слова есть. То есть приоритет у фразы. Пожалуйста, помните про это. Давайте быстро про стратегию. У нас совсем мало времени осталось. О стратегии вопрос сложный. Мы очень подробно стратегии разбирать с вами сейчас не будем, потому что это прям тоже тема едва ли не для отдельного вебинара. Приходите на наши вебинары в записи, посмотрите, или приходите на следующий вебинар, который будет про практику. Там я подробно разбираю. Но что надо запомнить? Смотрите. Мы в стратегии выбираем одну из трех – максимум кликов, максимум конверсий, максимум кликов с ручными ставками. Большинству новичков я бы рекомендовал выбирать максимум конверсий. Далее в настройке мы можем выбрать с оплатой за клики или за конверсии. Большинству новичков я бы рекомендовал оплату за конверсию. Не платите за клики, платите за реальные целевые действия на вашем сайте, но их нужно настроить еще в Яндекс.Метрике. Посмотрите вебинар по Яндекс.Метрике. Далее указываем недельный бюджет, сильно его не ограничивая. Выбираем ограничение расхода по цене конверсии, уговорим, какой счетчик метрики установлен на нашем сайте и уговорим, по какой цели мы хотим платить. Например, по странице благодарности, но это неправильный подход. По странице благодарности, по конкретной страничке не надо платить, потому что каждый раз, когда пользователь будет перезагружать данную страницу в новом визите, например, я отправил заявку, попал на страничку slash thank you. С вас как с рекомендателя списались деньги. Я ушел, вернулся на следующий день, открыл браузер, обновил страницу, Яндекс.Метрика зафиксировала достижение страницы, с вас снова списались деньги, потому что это снова я, я пришел из Яндекс.Директа, больше ниоткуда я к вам не приходил, с вас снова спишутся деньги, вы будете переплачивать. Поэтому, если у вас есть страница благодарности, лучше ее не использовать в модели оплаты за конверсии, лучше использовать факт отправки формы, либо создавать составную цель. Это тоже прям отдельная история, сегодня мы подробно об этом говорить не будем. Вот такая настройка для новичков подойдет. Да, здесь алгоритм будет сильно ужиматься, да, он будет, возможно, ограничивать охваты, но зато вы на старте, если вы сильно еще не разбираетесь с настройками рекламы, не проходили какие курсы, нет у вас практики, вы, по крайней мере, на старте не будете сливать бюджет за клики. Можете запуститься так, посмотреть, по каким реальным запросам будет транслировать вас Яндекс, почистить эти запросы, посмотреть отчет, найти новые минус-слова. И если в какой-то момент решите переключиться на модель оплаты за клики, переключитесь. Переключиться можно в любой момент. Хотите переключиться прямо на другую стратегию, переключитесь. Но в начале, если вы новичок, лучше идите вот примерно по такому пути с оплатой за конкретные хорошие конверсии. Записи вебинара загрузим на днях. Так, если продвигаешь не свой сайт, а просто арбитражник без возможности установки метрика, какую стратегию выбирать? Если нет метрики, нет на какие цели оптимизироваться, тогда максимум конверсии, в общем-то, вам и не подойдет. Выбирайте стратегию либо максимум кликов с ручными ставками, тогда вручную нужно будет управлять, либо максимум кликов. Там, типа, Яндекс у вас тоже попросит какую-нибудь цель указать, но там как бы цели особо ни на что не влияют. То есть тут тогда у вас задача будет приводить целевой трафик, смотреть дальше, как этот трафик будет отрабатывать. Но очень внимательно, пожалуйста, настраивайте рекламу для того, чтобы не начать приводить нецелевой трафик. Здесь показано, как рассчитывать выгодную цену конверсии, и есть даже калькулятор, чтобы рассчитать выгодную цену конверсии. Вам сейчас скинут его в чатик. Я вам покажу, как рассчитывать очень быстренько. Мы немножко задержимся на этом вебинаре, потому что я, как обычно, слишком подробно вам все стал рассказывать. Это один из примеров, на самом деле, расчета. Один из примеров расчета. Здесь формула такая, вот тут она показана. Выгодная цена конверсии, например, по цели отправка в форму. Рассчитывается в моем случае именно в этом калькуляторе так. Я беру средний чек, вычитаю себестоимость, вычитаю доп. издержки. Можно сказать, что это маржа. Я умножаю на процент расхода на рекламу желаемый. Вы его сами придумываете. Например, я от маржи готов тратить на рекламу 50%. Или я от маржи готов тратить на рекламу 40%. Сколько вы готовы тратить на рекламу от маржи? Вы с каждой продажи зарабатываете 500 рублей. Сколько из 500 рублей вы готовы потратить на рекламу? 100 рублей? 250 рублей? Сами укажите. Дальше я добавляю еще процент выкупа и возвраты, если это вообще есть в вашем бизнесе. Например, у меня нет, я могу указать процент выкупа, вот здесь в калькуляторе 100. Если есть какие-то возвраты и не все выкупают, укажу там 90%, 80%. Но это надо посмотреть по вашему бизнесу. И в конце еще указать конверсию из цели в продажу. Например, каждый десятый, кто оставляет заявку, покупает. Значит, коэффициент конверсии 10%. Каждый сотый, кто оставляет заявку, покупает. Значит, коэффициент конверсии 1%. И вы все это подставляете в калькулятор. Средний чек, например, 5000. Себестоимость 300, дополнительные сдержки 200. Здесь автоматически считается маржа 4 500. Желаемый процент устанавливаете сами, например, 30%. Процент выкупа, например, 100 или 90 или 80. Это надо на бизнес посмотреть. Я еще добавляю НДС, потому что, когда я пополняю баланс в Яндекс.Директе, я плачу НДС. И вот здесь ниже указываю как раз конверсию из цели в продажу, например, из заявки в продажу. Ну, допустим, не 20%, а 10%. У меня все пересчиталось. Вот здесь сверху у меня рассчитывается TCPO. Это таргет CPO. Это выгодная цена конверсии в продажу. Вот тут тоже есть подсказка, написано, что это такое. То есть это сколько я готов платить за продажу, вот здесь без НДС, потому что я НДС плачу. А ниже автоматически рассчитывается для конкретной цели. В данном случае рассчиталось, что выгодная цена конверсии по цели заявка у меня 112 рублей 50 копеек. Именно это значение я и принесу в настройки стратегии Яндекс.Директе. Вот так с ним работать, в общем-то. Как вам с ним работать? Нажимаете кнопку файл, создать копию. Вот здесь создать копию. У вас будет точно такая же Excel, в которую вы сможете вносить изменения. Потому что сейчас у вас доступа к изменениям, я надеюсь, нет. Да, только читатель. Собственно, сделаете копию и сможете в этом работать. А для того, чтобы рассчитать выгодную цену клика или желаемую цену клика, то есть это до этого была цена конверсии, а можно же еще цену клика рассчитать. Есть вот такой у нас инструмент, называется калькулятор искренней ставки. Здесь вы указываете желаемую стоимость заказа, например, 500 рублей, и конверсию из клика в заказ, не из заявки, а из клика. Например, 2% из клика в заказ. Рассчитать ставку. И вот мне рассчитали уже не цену конверсии, а ставку за клик. Не буду подробно разбирать, здесь есть подсказки, вам ссылочку скинут. Здесь есть калькуляторы. В общем, тут можно со всем разобраться. Если не разберетесь, приходите к нам в соцсети, приходите к нам в Елама, работайте с нами, мои коллеги вам подскажут, как все это использовать. Это бесплатный инструмент в бесплатном открытом доступе. Последний блок, очень быстро по нему пройдем, это объявление. Смотрите, когда говорим про поиск, очень важно, чтобы путь был простым и понятным. То есть релевантность объявления поисковому запросу, человек ввел конкретный запрос, вы максимально точно на этот запрос ответили. Он искал газовый, монтаж газового отопления, вы говорите, монтаж газового отопления есть у меня, и оффер какое-то предложение. Он искал электрическое, говорите, электрическое и какое-то предложение. Максимально точная посадочная страница, с газовым ведем на газовый, с электрическим на электрическое. Интересный оффер для сегмента целевой аудитории. Не то, что вам кажется интересно, а что действительно важно и интересно вашей аудитории. Они хотят скидку? Говорите про скидки. Они хотят бесплатно, если у вас есть возможность. Бесплатно? Ну, пожалуйста. Максимальное количество расширения. Ну, опять же, скидка бесплатная – это одно, но другое там. Кому-то важно гарантия, кому-то важно скорость работы, кому-то что-то еще. Надо изучать свою целевую аудиторию и говорить с ними на языке выгоды для этой аудитории. И максимальное количество расширений при создании рекламных объявлений. Вот, например, угловые кухни на заказ. Я вел такой поисковый запрос, мне в объявлении говорят, угловые кухни на заказ недорого, скидки до 31.03. Молодцы. Вот сегодня первое 0.03, мне уже показывают объявление со скидками до 31.03. Молодцы. Подсуетились, сделали рекламное объявление. Объявление сделано хорошо. И качество объявления хорошее для робота. И человек сразу видит, что он искал угловые кухни на заказ, и здесь мне про угловые кухни. Дальше я кликаю по этому рекламному объявлению, попадаю на страничку, что я первое вижу. Угловая кухня. Хорошо, меня на правильную посадочную страницу привели. Но дополнительно здесь бы написать еще то, что вы написали в самом рекламном объявлении. Например, скидки до 31.03. Они где-то, наверное, есть ниже, но хорошо бы это дать сразу в первом экране, чтобы я увидел то, что я видел в рекламном объявлении. Вот такой подход. То есть ведем на максимально правильную посадочную страницу в первом экране. В рекламной сети Яндекса на первом месте не заголовок, не совпадение заголовка с фразой, а картинка. Яркое, сочное, контрастное, привлекающее внимание, потому что мы показываем картинку где-то на каком-то сайте. Нам важно привлечь внимание аудитории. На втором месте заголовок. Должен быть понятным, простым. Нужно обязательно в него добавить информацию о том, что вы продвигаете, потому что по заголовкам автотаргетинг работает. Поэтому не надо просто писать скидки 50%. Напишите «Натяжные потолки, скидка 50%», чтобы робот понял, что там продвигается. И, конечно, он тоже должен заинтересовать. На третьем месте текст, который вообще в рекламной сети Яндекса далеко не всегда отображается. Несколько примеров. Как зарабатывать удаленно? Текст читается? Читается. Можно текст на картинку размещать? Можно. Где-нибудь в центре. Картинка, которая, типа, ну, какие-то мечты фрилансера, например, можно потестировать. Неплохая картинка. Заголовок. Обучение на интернет-маркетолога бесплатно. Хорошо. Бесплатно. О чем конкретно речь? Все объяснили. Хороший креатив может давать хороший результат. Второй креатив. Реально креативный креатив. Даже феи в шоке. Какой-то текст. Вот этот мелкий текст не читается. Не надо такое добавлять. Дальше. Контексты таргет не качают? Задают мне вопрос. Есть новый канал Лидгена. Ну, в целом, интересно. Я пошел и посмотрел, что за новый канал Лидогенерации. Посмотрю. А картинка просто для привлечения внимания. Третий вариант. Товар лицом. Кухни. Производят кухни на заказ. Показывают кухню. Ну, картинка не самая яркая. Лучше поярче. Чтобы желтые цвета, оранжевые цвета использовать. Чтобы привлекало внимание. Дальше. Скидка 70% на все кухни от нашего производства. Нормально. Производство кухни. Может быть, стоило добавить еще какие-нибудь слова, типа кухни на заказ, чтобы робот понял. Но в целом, хорошо. Такое тоже может работать. И вообще, вариантов на самом деле довольно-таки много. На этом материал, который я сегодня для вас подготовил, подошел к концу. В конце я для вас припас промокодик. Промокод на 3000 рублей. Будет действовать только для новых пользователей E-Lama, которые ранее не пополняли E-Lama. То есть приходите в E-Lama, регистрируетесь, если раньше вы с E-Lama не работали. До 15 марта пополняете баланс E-Lama на сумму от 15 тысяч рублей. Вводите промокод на страничке elama.ru. И мы вам дополнительно накидываем сверху еще 3000 рублей, которые вы можете тратить, как вам хочется. Хотите на Яндекс, хотите на ВКонтакте, с нами можно работать. По множеству разных рекламных систем и сервисов используйте так, как вам нужно. Промокод webinar 0103. Ссылочку на промокодик вам скинули. Но вот в целом история такая. Приходите не на страничку промокода, приходите в E-Lama, регистрируйтесь. Не забудьте, что у вас есть возможность 3000 рублей получить сверху. На 15 тысяч пополняете и забираете еще 3000 дополнительно. Также у нас есть бесплатный marketplace инструментов для работы с рекламой. Ссылочку вам тоже сейчас скину. Там много разных инструментов, но в том числе есть бесплатные сервисы для борьбы с фродом. Фрод – это скликивание. В Яндекс.Директе сейчас есть действительно скликивание, и оно было всегда. То есть могут быть недобросовестные клики по вашей рекламе, могут быть даже недобросовестные заявки по вашей рекламе. И с этим как-то надо бороться. Яндекс борется самостоятельно, но дополнительно вы можете еще подключить сервисы, которые анализируют большое количество различных факторов и отключают показ ботам, недобросовестным людям, которые хотят вас скликать. И вообще-то сервисы платные, стоят немалых денег, но мы их в E-Lama как новых партнеров подключили, новые инструменты внутри marketplace. И если вы будете клиентом E-Lama, мы для вас эти инструменты отдадим бесплатно. То есть вам они ничего не будут стоить, для вас это все будет бесплатно. Промокод вот такой – вебинар 0103. Вебинар 0103. Чатик скинул, но презентация у вас будет, записи у вас будет, вам все-все-все отправят. Ссылки скинут, все вам скинут, все будет. На этом у меня все. Семь минут я у вас отнял. Надеюсь, не очень много. Вы огромные молодцы тем, кто особенно досидел до конца. Спасибо вам большое за то, что вы пришли сегодня, за то, что вы, в принципе, приходите на наши вебинары. Сегодня вебинар был базовый. Я старался максимально подробно все расшифровывать, разжевывать, объяснять. Но этих знаний этого вебинара недостаточно. Я не собираюсь никого вводить в заблуждение, обманывать. Этих знаний недостаточно, чтобы запускать хорошие, эффективные рекламные кампании. Не надо идти куда-то сразу бежать платить. Нет, посмотрите вебинары наши, бесплатные вебинары в записи, практические, где я показываю, как на практике запускать рекламные кампании. Далее пробуйте запускать рекламу. И вот только если после этого вы поймете, что вам еще не хватает чего-то, вам не хватает ответов на вопросы, вам не хватает практики работы над вашим проектом, чтобы вам кто-то помогал именно по вашему проекту, тогда смотрите на платные курсы. Можете прийти на курс ко мне. Надеюсь, что в апреле я его сделаю. Можете посмотреть на какие-нибудь другие курсы на рынке. Не надо, пожалуйста, сразу идти отдавать кому-то деньги за обучение. Я уверен, что по нашим бесплатным материалам, по нашим бесплатным вебинарам, вы можете научиться настраивать классные рекламные кампании, потому что я на вебинарах рассказываю все. Ну или практически все, по крайней мере, что влазит в тайминг. Поэтому начните с этого. Ну что, огромной вам удачи. Продолжайте изучать Яндекс.Директ. Те, кто уже плотненько работает, успешных вам рекламных кампаний. Увидимся, наверное, еще не раз. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok